здравствуйте товарищи инженеры ну чё прилетели ключики я уже активировал сейчас надо будет скачать игрушку вот посмотрим что у нас она из себя представляет но пока все это хозяйство у нас происходит я традиционно настрою себя так показ чатик потому что мне немножко некомфортно будет возможно придется чат вален youtube заканчив возможно придется чат на экране отключить чтоб он не мешал вот ключи пришли даю подтверждаю ключи пришли еще минут пять назад наверно ну возможно рассылки немножко тупят так сейчас нужно разобраться будет каким образом все это дело скачать так музон давай-ка ты совсем тихим станешь у меня переглушает немножко там сейчас на экране должна быть просто картинка пока у меня игры нет будет висеть картинка так что надеюсь никто не против так или аля 3 рубля тут очень много слов на иностранном языке которые читать не охота так добро пожаловать в дискорд я к вам не хочу заходить точнее я вас дискорде уже есть да всем здравствуйте сейчас будем потихонечку скачивать хотя нет сейчас я дискорд не проверю что-то у них в анонсментах ничего нет не знаю в общем у ребятам какой-то флот стоит так ну чё давайте все вместе разбираться какие установить если кто-то есть грамотный кто знает как это сделать то скажите пожалуйста у меня потому что здесь написано предварительная покупка естественно пока что ничего покупать не буду мне нужно посмотреть что за игра оценить а ну все она загружается в общем нужно подождать пока игра загрузится наверное хотя нет вру ничего не загружается они загружают форму оплаты давайте пожалуйста деньги а потом нет утром деньги днем стулья не получится сначала пожалуйста покажите нет задачи так нет я владимир я в ланчере пиков и нахожусь ланчере пиков я нахожусь ключ у меня уже активирован так ключик блин он тут видите я этим ланчером не пользовался ни разу я не знаю сколько игра весит я буду комментировать всю загрузку всю закачку по ходу скачивания я пока что разобраться не могу как ее скачать а все разобрался заходите в библиотеку выбираете путь сейчас я путь поменяю себе игру я буду ставить на создать ник что поменьше тормозов было вот но куда конкретно этому посмотрим так epic store обновление давай становились все пошла установкой я не могу сказать сколько здесь не написано у меня 0 процентов написано возможно она будет очень долго устанавливаться в этом проблема один процент если вам нужна такая информация могу комментировать я экран не хочу включать у меня оба ска не настроена на показ экрана ключ до заходите на мыло к себе куда у вас пришло она вот копируете ключ заходите в ланчер заходите в свою учетную запись там будет активация ключа далее заходите в библиотеку нажимаете установить загрузка пошла до загрузка идет там возможно у них что-то по принципу торрента сделано поэтому проблем по идее закачки быть не должно либо у них какие-то сервера все-таки нормально стоят раз они себя позиционируют как какой-то магазин параллельный как steam поэтому мне кажется в их же интересах было бы сделать что-то нормально чтобы с закачкой проблем не было никаких да сергеич это примерно то игра я вертел на этом самом за их ценовую политику потому что 1300 для игрок в раннем доступе это какая-то дичь вообще так что сейчас игра закачается посмотрим нет я никаких слайм ранчеров и прочего от этого не буду забирать я не хочу портить статистику себе на канале пока что возможно потом когда-нибудь когда в первовзглядную проституцию уйду на ютубе это так называю может быть тогда и буду всякой всякий кал скачивать ну я ник не конкретно про эту игру а про весь остальной который там выходит которого тысячи пока что все же хотелось показывать что такое более-менее приемлемо так что посмотрим не знаю насколько тут дичь насколько не дичь сейчас посмотрим как это все будет ключ пришел он без пяти ключ ко мне пришел бага с ценой не знаю насчет баги сергей сюда жадина вообще так да здравствуйте кто заходит я к сожалению чат к сожалению летит просто каким-то бешеным темпом я не успеваю читать так что просьба не обижаться если вдруг на чей-то вопрос не отвечу давайте давай игра скачивать сейчас я у себя по монитору ресурс посмотрю что там у нас с сетевой активности но не знаю у меня на полной скорость меня 90 мегабит скачивания идет у них серваков придется подождать 15 процентов игра скачалась еще осталось 85 анекдотов я к сожалению как обычно никаких не запас так что будем так общаться на экранчике до факторка для казуалов 3d типа того можно сделать стрим черного экрана опыт у меня уже есть хорошая тема стрим черного экрана да ладно шутка в общем ждем пока игра скачается все делаю при вас прямом эфире с обнафтику давали сейчас слаймов ну вот видимо поэтому с обнафтику начали стримить все кому не лень стримите и показывать прохождение весит я не знаю говорят 11 гигов плюс распакуется будет 20 есть в итоге змей куда не не хочу ничего запускать какой смысл от этого не веб ко мне не готова у меня разобран свет пока что я все еще не установил надо пересобрать что-то поленился готовить вебку так что буду пока что травить байки да не доказалов это казалов не казалов какая разница если игра требует хоть какого-то напряжения ваших извилин инженерных и всего прочего то это уже игра не для казалов потому что все равно придется думать напрягать мозг вот такие дела ну блин что поделать к сожалению бывает иногда и тогда 8 марта день такой вообще не понимаю зачем 8 марта было вот этот вот вообще вот весь вот этот вот затевать вот это все ну не знаю как по мне это просто былинный провал будут вот 8 марта выкатывать игры а еще в новый год бы выкатили да не факторио детский сад не знаю я не могу это назвать детским садом детским садом соберите экран из лампочек не читая то как дэйв mcw его сделал посмотрим детский сад от или нет там конечно не столько факторио сколько какое-то такое более глубокое понимание работы кодировщиков и работы игры работы механик игры как свет там кодируется и все остальное ну цвета смысле но тем не менее чисто поржать над фанатами ну может быть владимир к черт его знает да здравствуйте товарищ кто заходит на стрим в общем сейчас скачается посмотрим у меня скачалось уже 25 процентов к сожалению у меня всего лишь 100 мегабит скорость скачивания быстрее никак не могу скачиваю как могу привет валерий цветы сейчас продают везде да где-то хороший где-то не очень 90 90-100 мегабит скачивания 26 процентов ожидаем база 17 нового отложилась она на два дня планировал ближайшие пару дней выпустить но видимо сейчас из-за того что по стриме статисфакторе нужно будет придется чуть-чуть сдвинуть сроки такие дела не бы такая ну блин скорость у всех скорости разные как бы тут чё чё об этом говорить нас к сожалению больше не подключают нет технической возможности понимаем городе чтобы сделать допустим 500 да и куда такие скорости меня не совершенно не чему не в дворфач я играть не буду потому что долго разбираться ну да типа того типа база 17 3d тот кто уже играет возможно поступили умнее скачали до этого торрент пиратку еще чего-нибудь и сейчас просто сделали проверку она у них проверилась закачала нужные файлы и они играют но я к сожалению пиратскими версиями не пользуюсь поддерживаю разработчиков официально вот альтернативными лицензиями не пользуюсь поэтому вот скачиваем игра долгострой еще раз до стрима и и не скачать было потому что до стрима ключ не раздавался ключ выдали без пяти двадцать по москве как выдали ключ так начали скачивать пока не было ключа скачать нельзя было она не находилась в библиотеке и не была возможность скачать такие удела да константин может получится по сетке конечно сконнектиться посмотрим сетевой режим если он тут будет работать конечно не знаю да у меня уже закачивается игра уже закачалась на на 36 процентов одна треть готова мы преодолели порог одной трети я думаю еще минут пять десять можете сходить там не знаю за напитками за всякими разными мимо женщин только своих не проходить а то не вернетесь 40 процентов ну да у всех по-разному скачивается у кого как так что сейчас посмотрим как она пойдет 40 процентов скачалась до 40 процентов и конечно ждать еще и ждать то что там будет три тира ну что поделать предка в пивко на месте но это хорошо да давай игра но у всех примерно одинаково примерно 30-50 процентов закачалась у меня 43 процента я просто прослопочил пока искал пока выбирал прошло несколько минут так бы у меня был же тоже было почти 50 процентов 44 насчет завоза локализации фиг знает сам не в курсе сейчас посмотрим игра начнет с какого там с 19 числа у нас продаваться так что может быть с 19 числа даже по показываю если игра будет нормально единственно что скорее всего никого монтажа тут не будет минимальный монтаж вот всякие пустые моменты рутинно вот это все по обрезать то есть такой лайтовый сезончик и исключительно раннего доступа потому что смысл заморачиваться сейчас на какие-то серьезные монтажи и что-то делать сериальное смысла нет никакого исключительно потому что игра еще скорее всего сырая и до конца не доделанка в полный контент завезут или хотя бы такой серьезный вот можно будет что-то подумать игру взять заходите в epic store в эти ключ который вам пришел сможете скачать игру на три дня примерно так по-другому пока что никак не ну есть может быть какие-то альтернативные способы не будем показывать пальцем куда вам следует проследовать и откуда следует скачать я думаю вы сами все знаете стиме ну не знаю вот ходит тут мысль у меня в дискорде что steam будет только через год так что можно и не дождаться не знаю ну что 52 процента тем временем у нас привет дмитрий всем до щеда да за до щеда устанавливаем сатисфакторе типа того рекорд у меня был 600 человек когда апдейт факторки вышел но там аудитория по факторке смотрела здесь тут-то на что смотреть здесь пока что экран и 54 процента кстати давайте а знаете что попробую сделать так ой 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 этого мне тут не надо что-то не хочет выводиться я хотел лучше вывести ланчер чет не уводит что показывать процесс установки чтобы никто не волновался то что игра скачивается пятьдесят восемь процентов алексей опять спать не получится ну что поделать вспоминай как факторки не спал также и здесь почти 60 процентов у меня скачалось ключ может вам если у вас мыло какое-то странное ключ может вам прийти гораздо позже чем остальным мне к ключ приходил на гугловскую почту на gmail там видимо у них быстро приходит за пять минут без пяти восемь по москве мне пришел ключ так что такие дела да не какой динозаврик вы о чем всем всем кстати да большое спасибо то что протестили мой чатик я смотрю он нифига не успевают за обновлением чата которое происходит по факту стресс-тест провел надо будет сделать выводы как игра качается потихонечку игра потихонечку качается не я не могу процент на экран к сожалению вывести пока что не могу не получается mail.ru пришел ну вот видите николай на mail.ru ровно пришел на google тоже господи иисусе я аж на стуле поджигающая да здравствуйте сергей сергей еще раз спасибо за дощады кстати 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 раз тут все собрались у меня для вас есть две новости хорошая и плохая хорошая новость в ближайшее время я буду разыгрывать два ключа на факторио на лицензионной так что все кто совершенно занимается пиратской деятельности и хочет начать все с белого листа у вас будет шанс может быть даже эти ключи выиграть а плохая новость в том что я пока еще не знаю когда буду розыгрыш проводить ключей на факторио два ключа разыграю ближайшее время такие вот дела сейчас скачано примерно 70 процентов ну не примерно точно у меня скачивается на максимально доступной для меня скорость 100 мегабит 90-100 она скачет быстрее я к сожалению не могу физически владимир эта команда квн я не помню какая не помню из какой лиги они были на первом канале там был клип сделать сделать какой-то хрень короче вот там у них был этот клип сделан и там в течение всего клипа как эту фигню простебали я не помню в каком конкурсе это было в кв не и не помню какая команда я никаких прогнозов на игру пока делать не буду вот пока я игру не посмотрю пока игру не посмотрю пока у меня не будет какой-то какого-то какой-то свои оценки насчет производительности насчет всего вот этого то есть мне в первую очередь час интересно насколько играла гуча и насколько как бы она ну в целом насколько она играбельна если на играбельный у нее будет потенциал то в принципе и и я думаю что все будет хорошо. Примерно такая вот игрушка. Да не, насчет везения я еще пока не знаю, каким образом будет конкурс устроен. Вот, но это мы посмотрим. Так, что-то у нас тут чат совершенно отстает на экране. Ничего я с этим, к сожалению, поделать не могу. Кидан Кэт, это не морда разработчика, это комьюнити менеджер. Ну, блин, это шведы. Они выкатывают игры 8 марта. Что ты хотел? Посмотрим, что они по факту предоставят нам, что они сделают. Если они сделают достаточно годный, хороший продукт, то они молодцы. А какая там рожа? Рожа у нас и у всех хороши. Сергеич, да, патрон-чат первый увидит. Я думаю, за несколько дней до релиза. Я на следующей неделе уже плотно возьмусь за собирание материала и думаю, может быть, к концу недели успею выкатить. Это тем, кто интересуется RimWorld в ХСК. Чатик я потом перезапущу, потому что он что-то как-то вообще дичает с этим со всем делом. 99% 70, 89, 80% игра закачалась. В общем, ожидаем. Рекорд был 600 человек. Когда факторку стримили... Ну, я не знаю, я за этими рекордами не гонюсь, мне еще по барабану. На эти рекорды. Мое дело сейчас посмотреть игру и насколько она как бы нормальная и сделать какую-то сценку и показать вам. Схема по сатисфакторе. Я не знаю, есть ли там схема. Вот мне на этот момент интересен. Нужно посмотреть. Что есть там схем? Нету, ну... Что такое? Так, чатик. Чатик у нас сходит с ума. Сейчас я немножко его подобновлю. Я надеюсь, никто не против. Так, чатик, чатик. Сейчас игра уже практически скачалась. Может быть, поменьше активности будет именно в чатовой. Хотя мне без разницы. Заодно чат тестим. Так что, насчет факторки, опять же, повторюсь, кто прослушал. В ближайшее время будет розыгрыш двух ключей. Двух ключей на официальную факторку. По процентам? Ну все, игра... В общем, запускаю. Сейчас посмотрим. Сейчас игра запустится. Я сразу выведу ее на экран и будем смотреть. Не, ранг ботов тут никаких нету. У меня боты не подключены. Мне по барабану. Окай. Так, товарищи, минутку. Сейчас все будет. Тихо. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Почему настройки звука скидываются? Субтитры сделал DimaTorzok О, аллилуйя! Субтитры сделал DimaTorzok Так, чат, конечно, сейчас куда-то уплыл на настройки... Так, все, починилась, да? Controls... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Гражданка говорит, что мы входим в атмосферу. Приготовьтесь к тряске. Включайте даб-степ и смотрите вот это. Инц, инц, инц. Звук игры, да, сейчас подниму. Да блин, тут выходишь в опции, звук скидывается. Я че, че я с этим могу поделать, Костя? С картинкой все должно быть окей уже. Наверное. Сейчас проверю еще у себя. Да, с картинкой все нормально. Блин, почему-то голова не крутится туда вот, левее и выше. О, в окошке видно планету. Подождите, ребят. Сейчас я с настройками посмотрю. Бздыньч. О, это палка-копалка у нас. Замечательно. Бздыньч. Красотища-то какая. Не, а че с фуллом-то не так? Я не знаю, у меня картинка нормальная. А, окей. Ее зовут Ада. Электронный болван, помощник. Она нас поздравляет в том, что мы приземлились. Я сейчас посмотрю, есть ли здесь русский язык. А, ну окей. О, тут фиксики. Инкорпорация фиксиков. Замечательно. Мы им будем помогать. Десмонтилить дропот. Давайте посмотрим, есть ли язык. Погромче говорить и сделать. Можно поставить 54%. Я надеюсь, хорошо будет слышен тогда. Насчет русского языка. Я не знаю. Сейчас посмотрим в options. Если кто-то знает, как запустить русский язык, можете, пожалуйста, написать. Я тогда сделаю. Можно сохранить. Не, это, это возможно где-то вот здесь настраиваться. Эй. Отдайте мне русский язык-то, ну что вы. Что-то, возможно, перезапустить игру нужно, чтобы русский был. А, язык не работает. Не-не, в опциях-то он есть. Вот смотрите. Заходим в опции. Геймплей, лэнгидж, рашн. Костя, я не знаю, как данные учетки посмотреть. Почему-то через escape из меню не выходит. Такие вещи нужно как-то было бы поправить. О, Эйф, короче, достает вот эту штуку. Разобрали кубик. Замечательно. Фиксики просят меня сделать всякую разную фигню. Так, перезайти. А ноги ломаются, если свалиться? А, нет, ноги не ломаются. Так, давай что-нибудь распилим. Ничего не распиливается. И дерево не распилить. О, клево, как 7D сможем траву собирать. Симулятор веселого агронома. Собрали 27 листьев. И дрова. Перезапустить? Ну давай, перезапустим. Я сейчас сохранюсь. Возможно, поможет. Не поможет, Роман? Ну, не поможет, так не поможет. Все равно нужно проверить, показать. Поможет, не поможет. Так, я надеюсь, картинка у нас не сломалась. Континую. Задержка чата. Я могу чатик справа убрать, чтобы он не мешал. Давайте так и сделаем. А, ну, по идее, он сейчас и должен быть убран. То, что задержка чата большая, это, пожалуйста, в гугл куда-нибудь. А как зайти в инвентарь, посмотреть? Так, ксенопалка, ковырялка. Слушайте, как разместить кубик? Кто-то знает? 1, 2, 3, 4. Может быть, надо было посмотреть вообще управление в начале? Как что-то делать? Потому что палка, ковырялка ничего не делает. Ага, все понятно. Здравствуйте. Надо кого-нибудь электрошокером долбануть. Птичка. Так, ну, чё, где здесь коптить-то? Алло, игра. 200 метров, 300. Так, а там? Окей, давайте посмотрим. Вот здесь кнопка С на барабане. Железная руда мне нужна будет для крафта. Какие-то подземлячьи кружочки показываются. Внезапно. 300 метров. В хозяйстве все пригодится, так что можно смело собирать. Отстанет меня. Это что еще за дичь отходит? Эй. Эй. Эй, слонопотам. Здравствуйте. Блин, они не хотят со мной дружить. А куда животные? Исчезли. Иди отсюда. О, на них подпрыгнуть можно. Блин, какой-то шутер вообще. Иди сюда. Да щас. Ты меня старого квакера. Блин, как хеляться интересно в этой игре? Так, все сдохло. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Стамеска это то, что нам надо в этой игре вообще. Чудесно. Рыбку съешь. Не, так шокеры мы долбим. О, с них жижа, кстати, падает. С жижи, видимо, хеляться можно. А, все понятно. Спасибо, барышни. Так. Хаб. Блин, интересного как-то можно отдалить? Скрол. Холд, контрол. Да. Блин, знаете, здесь из кармана постройки еще большего размера достаются, чем факторки. Ха-ха, капец какой-то. Ой, сверху дом нарисовался. Так, что тут надо на апгрейд? 10 палок. Он там вот эта гадость ходит. Я так понимаю, хп-шка сама восстанавливается? 10 палок, которых у меня нет. Айрон рот. Смелтер. Блин. Сколько всякого барахла. Вот это называется... Слушайте, а где они у меня? А, это дерево вообще? А как сделать железные палки? Космос-тамеска, да? Типа того. Атмосфера тоже неплохая. Сейчас тут... А, во. Железные слитки. Железные. Эй. То есть, надо сначала вот эту хрень построить. Или что-то не крафчится. Странновато управление, конечно. Так, штуковина. Ну, вот тебе железные палки, что-то не апгрейдишься. Хаб построен. Вот чем тебе не хаб? Что там за гадость ходит? Тут бы автомат какой-нибудь не помешал бы. Совершенно. А то вот эти вот красные ходят. Так. Орехи на тени. Не, ну я сейчас за орехами не пойду. Оно само, наверное, восстановится как-нибудь. Я хочу просто разобраться, каким образом сейчас все это пропатчить. И каким образом мне... Ну вот смотри, оно тут, видишь, показывает. Кабель, ваер. Паверлайн. Ветинфо ресурс. Блин, оно еще перетянуть надо сюда. Никогда бы не догадался. Так, здравствуйте, хаб. То есть я перетянул сюда 10 железных трупов, и у меня вот такая хрень получилась с башкой. Хаб-фитчер, биомасс-генератор. Хаб-фитчер, персонал-сторейдж. Скэнер-фитчер, копер. Немного-эквитмента, бюлдинги и блюпринты, которые могут быть found in the workshop, when built, built menu and craft bench respectively. Все понятно. Ну да, сейчас космо-отверткой нужно расковырять. Всякое разное. Все понятно, что ничего не понятно. Паверлайн. Для паверлайна нужны кабели. Продакшн. Ну хаб я построил. Так, крафт-бенч. Нужна плита и три трубы. Блин, управление еще непривычно. Как бы к нему привыкнуть. Арен-ингот. Раз. И нужны трубы. Арен-свайп-полицай. С мелтера, я так понимаю, это стандартный переплавщик, который у нас до этого был везде, где только можно. Так, и крафт-бенч. Это... Вот эта хрень. Она уже здесь стоит. Так, терминал здесь тоже стоит. Кофе? Бру называется. Так, хаб апгрейд. Нет, тут более много ресурсов надо на апгрейд. Добычек автономный. Как атомку в ноги сбросить? Не знаю. Непонятно пока. Так. Короче, я так понимаю, то, что проапгрейдили. Сейчас вот эту хрень можно все устанавливать. Смелтер. Переплавщик. То есть из него я могу... О, нифига себе. Это что у нас закат? Фиолетовый. Смелтер, я так понимаю, можно руду переплавить. Так, давайте-ка пойдем по обучалке. Биомасс бурнер. Какая-то биомасса тут ко мне уже прибежала. Что-то мне очковок не подходить. А че она... Эй, мужик. Че за фигня? Кто может сказать, почему она так, а? Алло, игра. Ну, это не серьезно, ну. Блин, жесть. Какая. Да, капец. Спасибо за факторию. Спасибо. И вам спасибо. Блин. Слушайте, как это байдоль отсюда? Уврать. Алло, рани доступ, пожалуйста. Сделай что-нибудь с этим. Ладно, хрен с ним. Надеюсь, она мне не съест. Так. Биогенератор траву. Ну, сейчас посмотрим. Главное, чтобы меня эта штука не съела. Мне 3 хп осталось. А эти орехи искать? Так. Трава. 20 мегабайт, 0,75 секунды. Так. Билд построен. Портативный копатель. Сейчас просто соединения нет, поэтому он электроэнергию не вырабатывает. А эта штука у нас просто включает. Так. А портативный ковырятель, он у нас, видимо, здесь же крафтится. Так. Как тебя сделать? Он на верстаке делается, да? Нет. Слушайте, а где тут портативный копатель сделать? Почему я его построить не могу? Кэнбисет, ля-ля-ля-ля, 3 рубля. Уже разблокирован. Блин, непонятно. Я тоже пока ничего не понимаю. Мне нужно портативный копатель сделать. Я тогда смогу подключить к конвейерам вот в этот переплавщик. Ну, поставить переплавщик, запитать электроэнергию от него в переплавщик. И насколько я понимаю. Вот. Можно, конечно, не спешить читать. Unavailable in alpha. Апгрейд второй. Так. Портативный. Ну, он написан, что он разблокирован. Просто где оно крафтится? Я так понимаю, что хаб это просто апгрейд у нас вот этой фигни. Вот. А где его скрафтить? Что-то непонятно. То, что живность провалилась. Ну, блин. Или оно тут тоже в кармане крафтится? Ну, здесь я его не вижу. Тут есть переплавщик. Отсутствуют провода. То есть на него нужно 8 проводов. Я его поставить не могу. Так что какой смысл от него? Эквипмент воркшоп. Нужно мне сделать, наверное, эквипмент воркшоп. И тогда я смогу сделать эту копалку-добывалку. На нее нужно 6 труб и 5 пластин. Пластины мы сейчас соберем. Так, 6 труб. На трубу нужен ингот. 6 труб и 5 пластин. На 5 тоже ингот. По 2 нужно, да? На одну. Так, сюда. Господи, Иисус, эти страшные звуки. Тунэн, почини сотисфакторий. Тунэн, почини. Да действительно, почините. Так, да не, тут в принципе все вроде около дела. Сейчас разберемся. О, все, могу поставить. Только я вот не пойму, куда она ставится. На отдельное место на какое-то. Тут не очень, кстати, удобно... Ну вот, видите, непонятно, куда ее втыкать. Я боюсь, что если я выйду туда, ко мне эта дичь перебежит, и начнет у меня есть за всякое. А ладно, какая разница. Так, ну тут традиционно все из воздуха делается. Билд меню. Брайт на взводу. Ага, все понятно с вами. Портативный копатель. На него нужен 4 плиты. 8 проводов и 4 кабеля. И где я это возьму? В нее бы чем-нибудь пульнуть, каким-нибудь электрическим. Было бы совсем хорошо. Инструменты? Да нет. Так, сообщение не видно. Блин, это крайне печально. По идее, должно быть видно. Сейчас проверим. Секундочку. Блин, что за... Вот эти вот накладки я не особо люблю. Вот эти все ранние доступы из-за того, что такая хрень происходит. Так, еще раз. Пожалуйста. Все. Заработало. Как жаль, что ты наконец-то работаешь. Овал. Нет, играть ты будешь с 19-го числа. Так все потемнело. По-страшному. Слушайте, а где-то можно рецепты смотреть? Чтобы сразу... Рецепты, наверное, только отсюда вызываются. Вообще, надо бы, конечно, управление все это рассмотреть было бы. Но это потом посмотрим. Вот это был майнер. Да, графика у Андрея Ленджина, конечно, хорошая. Так. 4 Iron Plate. Давайте крафтить, что делать-то. Почему сразу нельзя напрямую вот это сделать? А, это разделяет. Правая кнопка мыши располовинить. Окай. На плюс меню строительства. Блин. Я вот тоже иногда хочу быть зрителем. Можно вообще себя таким грамотным чувствовать. Стример тупит, а ты сидишь и вот троллишь. Дизлайки ему ставишь. Плюс. Найти бы еще этот плюс. Вообще, надо так-то обучение читать, по большому-то счету, а не вот это вот все. Я проволоку сейчас пойду искать, наверное. Так, главное, чтобы меня-то жижа не съела. У меня 3 хп осталось. Так, это есть. 8 проволоки и 4 кабеля. И где я эту медь найду? То есть она точно так же скорее сюда какими-то жилами. Капель ингот, а кабель из этого делается. Ну окей, сейчас надо туда турбоотверткой. Ого. Сжигатель биомассы. Я так понимаю, что пока у нас потребления электроэнергии нет, эта хрень ничего не перерабатывает. Спасибо, железная руда. А медная где? Так, с плоской добывается по одной. Со здоровой добывается по 6. А медь? Так, хорошо, давайте просканируем. Ну и где я ее найду? А где медь найти, слушайте? Отдельный обзор, да, наверное, будет. Сначала открыть надо? И как ее открыть? Так, hold. Знать бы, как ее открыть еще. Ну, эту штуку я все равно поставить не могу, хоть я ее уже и перетянул. Так, F. F это трактор. Это F это сносить, я так понимаю, да? Ну, вот эту хрень можно снести. Либо ресурс мне вернется, либо в мешок. Кнопка V. Фонарь. Так, кнопка C это разведка. Кнопка H. Это письмо. Tutorials. Надо просто tutorial прочитать, все понятно будет. А тап это инвентарь. Блин. Зачем эту консольную дичь делать? В... Вот она че. Она сверху зеленой, да, обозначается? Меч же у нас, когда окисляется, на зеленой становится. Это 700 метров туда бежать? Хотя вот сверху здесь есть. 100 метров наверх. Я тут понимаю, здесь никого джетпака, ничего нету. Так, как мне туда забраться? И сейчас опять какая-то хрень вылезет, начнет меня жрать. Ничего себе. Вот это неплохие здесь ведоны. Сверху вниз. Задержку чата, да. Чат поставлен с минимальной задержкой, но из-за того, что много чата, он все равно задерживается. Так, давайте-ка еще раз. Короче, сейчас мне надо подняться наверх, взять медь, все понятно. Я насчет оптимизации пока сказать ничего не могу. Привет, Дмитро. А, в шестом тире, окей, хорошо. Будем узнать. О. О. он нам нам так как-то ее поактивнее то нельзя это тобой не знаю как это на панель перетаскивать дайте камнищу поищу о первые фризы пошли видите фрезует почему не знаю это симулятор чувака который ходит по лесу собирает грибы ну и листья всякие юстафа крафтинг возможно из-за освещения немножко пролагивает фиг его знает но это стоят максималки максималки 2к ниже смысла нет ставить на сразу смотреть что мы все хорошо работает слоты сейчас посмотрим на идущего растения некоторые вещи не совсем интуитивно понятно конечно то надо либо им надо какое-то какое-то обучение так я к тебе не пойду дружок либо либо мне надо какое-то обучение проходить чтобы насчет этого не запариваться еще я надеюсь тут есть какие-нибудь лестницы или что-то типа того чтобы мне сюда не бегать что где-то я так вот это медь у нас это полагаю зеленая поскорее бы уже засрать эту планету чтобы было кругом копать блин там это дура ходит девиз любой игры засрём эту планету зачем здесь такая чудесная природа нет факторку чаще сделать не могу потому что долго делать часов 16 на одну серию выходит это очень долго не хватает толпы злобных плевак до толпы злобных плевак действительно наверно не хватает так сорт блин вот смотри сплит стак вот вопрос как это переместить на панельку как бы не непонятно сна перемещается в руку а дальше не ясно как это делать еще постоянно так заходить а ну это вообще выкинуть на пол не знаю мне пока это непонятно инклюзивно я можешь просто тупой но я не понимаю скалолазы да андрей не нравится выйди вон со стрима shift левая кнопка мышц не перетаскивается блин вот эту хрень бы чем-нибудь таким поубивать интересным выделить цифру нажми ну хорошо можно посмотреть я не собираюсь сейчас куда-то спешить открывать 3 4 20 50 тем остановитесь я хочу просто посмотреть игру что это у и не согласен только я ничего не понял я сейчас сожалению даже текст немного посмотреть который там пришел потому что мне игру не свернуть что они настроены заранее все надо настраивать такие вещи здравствуйте я надеюсь тут стамина не кончается блин она меня задела господи иисусе вспомнил обратный слэш нашел эти готы из клипа пародии на зверево а ну да да видимо настройки клавишных туда смотреть на заходить мне не охота эти все тонкие настройки как по мне так тогда чё я тут долблю 2 копать лучше все-таки вне стрима делать это вообще первый запуск понимаешь очень много ну точнее немного есть некоторый сорт людей которая почему-то считает что я зашел первый раз в игру должен показывать про топ скилл но это отцы вообще любого там любой игры индустрия они все умеют все знают скорее всего им не очень много лет что чем меньше человеку лет тем больше он знает начинать бомбеж в чате из-за этого так сколько у меня меди накопано я чё мне сейчас туда бегать что ли ну ладно окей ощущение да не знаю вроде вроде вполне все неплохо единственно что когда много растительности игра почему-то фпс просадила немножко непонятно конечно может быть непривычно просто из-за того что в первый раз все это видишь я от нее обзоров ничего не смотрел космических инженеров ничего не скажу мне тяжело в нее играть пробовал несколько раз почему-то не получается симулятор космического этого а так мы за долбатрона играем долбим долбить зубилом а где ж у него тогда молоток ты пробовал зубилом каким-то таким долбить камень о что за гадость интересно я сдохну от этой фигни что то не хочу туда идти ладно сколько-то меди нарубили я надеюсь хватит сейчас можно наверно назад отбежать вопрос в том где моя база база у меня вот там тут в принципе можно сверху свалиться наверно и отрывать деревья да да конечно что в этом что факторио наши враги что здесь видимо про эти орехи шла речь чтобы хпшка установить понятно то есть если я проведу анализ я скорее всего сканер могу дать засунуть и на сканере вижу это все изучать а кнопка зажатая shift зажатый control зажатый вот так вот можно а дальше куда блин это орех вообще половинку только так до свидания я пожалуй пойду уроки надо делать все давай отстань они сразу глючат в платформе все еще здесь что так сколько там не нужно было короче 8 проволок и 4 катушки здоровых ну только элементы строительства окей хорошо слушая они не сделают как с дано точен и финг там типа есть как и 2d версия так и 3d версию вроде одно и то же но различаются сильно различается сильно ну блин ну ладно не знаю четыре штуки нужно кабели блин это чем не медь оттуда что ли тянуть придется как-то я тогда получается неудобно эту байду то здесь поставил надо и туда наверно вверх перенести бы в принципе ее разобрать можно так сколько кабелей нужно а блин он еще не по одному крафтится слушать а чё на панель тебя перенести можно ладно хрен с ним золотая рыбка четыре кабеля ну вроде как все есть это 3d ну тут я не знаю тут крафт автоматизация так же как факторио только все вот на современном движке вот на таком и 3d что сделано игру скачал бородатый алкаш блин в epic store предоставили мне ее примерно так лучше фактор да не это только самый старт вы погодите пока я сейчас тут разыграюсь посмотрю может быть оно и интересно будет она получается в несколько этапов крафтится так окей и хорош понятно ну окей например сюда и если поставить вот вот сейчас будем разбираться как ее поставить сюда так может какую то фиговину взять и поставить на счет креатива я не знаю в руку ну сейчас посмотрим да не очень удобный интерфейс блин слота руки вот даже так то есть просто кидая он не добывает дяденька что вы делаете вот вот он и сколько у нее энергии в нем в этом портативном добывателе не написано под каждым окном есть ну здесь есть пояснение да одна в секунду что тут нифига не одна в секунду у нас добывается а вечный угу понял а то есть 100 слотов накопает ну ладно пускай копает давайте что нибудь дальше впендюрим это я так понимаю соединяет кабелем с переплавкой так а на переплавку мне надо не туда смолков надо еще одну трубу скрафт так труба то есть хаб можно еще один построить а нет хаб еще один не построить потому что кубики разобрал уже так смолтер скролл ротейт колесом мышки можно вращать ее по всякому как это растение отсюда забрать такс 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 не ну конечно игра красивые анимации тоже но блин альфа а версия альфа да альфа это это альфа ну что поделать так ну это совсем как бы даже я тупой разобрался что то надо вот так подключить здесь мы я так понимаю выбираем что мы будем делать какие слитки железные железные или вот эти вот медные какие то какая то страшная амбиентная такая музычка оптимизация не знаю когда много кустов вроде немножко подтупливает а так вроде как хорошо пока что как бы никаких проблем не замечаю я ну это у меня я не знаю конечно как у кого ой а если я туда свалюсь я же сдохну наверное да мне не хочется экспериментировать так мне я так понимаю мне нужна какая то автоматизированная добывалка и протянуть лентой ее вот отсюда до туда космическая долото симулятор космического долбатрона ходим и долбим тир 2 сейчас посмотрим так ты у нас что умеешь делать так у меня же этот запер уже вроде как есть мне нужно завершить хабду апгрейд для него требуется железная пластина 10 труп и 50 кобелей медных iron plate я здесь могу конечно вручную крафтить но это что-то не то пальто а больше у меня ничего такого нету то есть мне в любом случае сейчас придется его апгрейдить на второй уровень здесь у нас по так а понятно то есть первый уровень дает вот эту всю хрень тогда непонятно зачем ты смолтор если его никак подключить не могу а то сейчас я могу непонятно 4 мегабайт он потребляет электроэнергии так а то у тебя сколько shift левая кнопка мышка как как факторе все то же самое я сразу так провожу аналоги твердотопливный бур начинает бурить у нас так сколько там пластин нужно короче 10 10 пластин 4 осталось и 10 труб окей будем ждать тогда 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 50 проводов я кстати не знаю хватит ли у меня на них это и они сразу пачкой делается Блин, почему их с шифтом... А, перекинулись. С шифтом тоже перекидываются. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Господи Иисус. О, хата появилась. Тут на... Ага, понятно. Все понятно. Спасибо, барышня. Так. Можно ставить электрические палки. Только я что-то не понимаю, они автоматически что-ли сюда перекидываются? Ладно. Как факторка? Да не знаю, вроде как около дела. Пока что все хорошо, проблема только в том, что нужно раздуплиться вообще, что здесь куда и как. Потому что поначалу, например, мне не очень понятно было. Ну, я еще глуповат немножко, так вот такое бывает иногда. Не обращайте внимания. Наслаждайтесь музычкой. Сейчас у нас получилась возможность... Есть возможность... Блин, колесо-то неудобное. То есть мы можем просто просканить, где у нас лиместоун находится. Лиместоун это у нас... Я не знаю, что это такое. Известняк, что ли, какой-то. 140 метров. Да, только животное-то здесь застряло. Странновато немножко, слегка. Я так понимаю, дрова тоже можно, наверное, использовать в качестве топлива. Давайте-ка здесь все очистим. Собирание травы в Саван Дейс на максималках вот так вот будет выглядеть. То в Саван Дейс играл, собирал там траву. Вот, на максималках оно вот такое. Зомбей тут только нет. Ну, блин. Главное, вниз не свалится. Я не знаю, что там внизу. Блин, пролаг какой-то был. Не знаю, в чем. Может быть, прогружаются локации. Может быть, что-то еще. Надо немножко побольше наиграть. Четыре. Ключик те, кто записывался на закрытый бета-тест, тем выслали сегодня на почту. И те могут с Epic Store скачать игру и посмотреть. Да, здравствуйте, кто приходит на трансляцию. В общем, тут, превозмогая боли отчаяния, как-то пытаясь разобраться. Вроде бы разбирались. Я так понимаю, эти штуки тут не разламываются. Есть просадки FPS иногда какие-то. Не знаю, из-за чего. Возможно, из-за обширных вот этих вот пространств. Настройки графики на максималке стоят. То есть, чтобы вы понимали, что вас ждет или что вас не ждет. Просадки будут иногда, видимо. Хотя, может быть, если на Full HD это поставить, просадок не будет. Ну, на нормальных видеокартах. Потому что здесь сейчас 2К стоит. Может быть, из-за этого просадки, если убавить, ну, не знаю. Нужно больше объектов построить, посмотреть, как это все будет работать. Так, давайте-ка дальше посмотрим, что там можно нам скрафтить. Констрактор. Крафтит одну часть в другую часть. Так, здесь палка. Так, мне там не хватает, да, на нем что-то? Три железных пластины не хватает. Вот этих вот, наверное, да? Нужен скрю под него. Металлолом. Скоро у меня место в инвентаре кончится. Надо, наверное, в ящик сюда скинуть. Тут внезапно даже такое есть. Дерево. Цветы. Растения. Тут тоже какая-то жижа. Так, шурупы. Мне нужно три усиленных пластины, вот этих вот. Для них требуется Iron Plate. Здесь можно взять инготы. Сто штук. Железную руду. Блин, так хочется нажать Shift и кнопка мыши, чтобы забрать. Возможно, как-то можно, конечно, это сделать, не заходя сюда в станок. Но я что-то пока не разобрался. Нужно подальше это все разбираться. Iron Ore. Закидывайся. Медитируйте под музыку. Так, три железных пластины. Можно заранее накрафтить. Так, шурупы из железных труб делаются. Громоздко. Ну да, выглядит громоздко, согласен. Ну, я не знаю. Сейчас посмотрим, что это заборочные автоматы. Огненные плеваки. Насчет огненных плевак я тоже не знаю. Так, шурупы. Будьте любезны. Все, можно сделать три усиленных плиты. Раз, два, три. Есть бетоний. Только почему-то я считал, что в мешках-то у нас цемент идет. А потом бетон получается, когда мы его замесим. Ну да ладно. Биомасса из листьев делается. Кабель. Так. Конструктор. Давайте-ка еще раз описание почитаю. Может быть, автоматизирован снабжающими частями. Так. Летри рубля. Ну, в общем, понятно. Значит, эта хрень у нас... Ага, вот отсюда выход. Здесь вход. Сюда должна заходить руда. Отсюда должна выходить готовая продукция. Блин, неудобно расставлять иногда, бывает. Я надеюсь, конверт тут можно? Нет. Что-то, наверное, нельзя его изгибнуть тут. До свидания. Заново надо поставить. Не нравится мне, как он тут встал. Да, выглядит оно, конечно, громоздко. Но, блин. И это что? На каждый материал придется вот такую дуру ставить здоровую? Блин, ну это жесть. Ну, ладно, окей. У меня кобели окончились. Скоро придется за меди убежать. Надо, наверное, там добывалку поставить. Интересно, а не загрязнение тут какой-то дает, типа как фактор? Так, а тут что появилось? Портабилл-майнер. Надо, наверное, поставить еще один портативный добыватель, чтобы он копал у меня руду. Так, это можно забрать. А этот час нужно запитать, чтобы запитать, нужны кабели. Так, кабели-кабели. Как бы в кнопках тут еще разобраться. Так, нет, не то. Тоже не то. Так, два. То есть мне от него... Понятно. То есть надо поставить электрическую палку сюда. Она требует бетоний и две меди. И от него, я так понимаю, тогда можно будет располовинить. Ну, давайте поставим. Так. Так, окей, как тебе отстегнуть? Блин, как она отстегивается? Четыре коннектора можно у нее повесить. А вот как отстегнуть от коннектора? Я пока что-то не разобрался. Хе-хе, Пакмана. Да, почти. Факторио на минималках? Да, типа того. Смысл игры? Да я не знаю в чем. Вообще в играх смысла никакого нет. Они отнимают ваше ценное время жизни. Вот представьте только, вот пока вы играете в игру, у вас время идет. Вот поиграли вы один час. На один час вы ближе к смерти стали. Скоро мы все умрем. Игры это плохая вещь вообще, ужасная. Так. Как коннектор отсоединить отсюда? Айрлайн. Разбирать? Чуть серьезно что ли? Ф на проводе. Угу. Спасибо. Так, вообще все... Вообще все понятно сейчас стало. Было непонятно просто. Так. С этой палки, значит, можно... Сюда запитаться. Сюда. И следующий коннектор соединит... Ну, следующий к еще одной палке. Можно наверх туда будет протянуть. Если там, допустим, ставить что-то под медь. Я не знаю, получится ли у меня сделать конверт туда вверх по диагонали. Надеюсь, что да. Примерно так это все выглядит сейчас со стороны. Здравствуйте, листья. Доступ? Да, типа того. Доступ в эти сейчас есть. Сам в шоке. Немножко с листьями, конечно, тут запара. Но вроде как норм. Так. С этим разобрались. То есть сейчас можно сюда... Так. Что-то у меня опять мешок забился. Можно, интересно, эти мешки крафтить как-то. Так, аэронор давай сюда. Остаток я пока сюда скину. Наверное, можно как-то эти сундуки крафтить чуть попозже. Так, листья. Всякие разнообразные. Блин, листок. Листок. А, подожди, это хавочка. Его нужно съесть. Так, мне нужно закинуть слитки сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. Чтобы из этих слитков начали делаться пластины. Еще меня интересует, сколько у меня тут осталось травы. 370. Траву насобирать, это наше любимое занятие. Да, здесь не хватает вот этого, знаешь, вида от третьего лица, отлететь, чтобы как-то это проектировать. От первого лица сложно ориентироваться. Так. Это факт. Ориентироваться тяжеловато. Но это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Что-то такое. Не убивается. Животное застревает почему-то. Странно это все. Я четко, кстати, не пойму, оно что, само наросло? Или оно здесь было, я просто это не убрал. Так, ладно, фиг с ним. Я так понимаю, из этого можно биомассу сделать, которую туда, в ящик направить, и из которого у нас будет электроэнергия получаться. Сейчас нужно посмотреть, как сделать конвейеры. Вообще, это мне дает, нет? Конверт. Ага, понятно. Конвейер только на третьем уровне будет. То есть сейчас, по сути, мне дали возможность сделать бетон, биомассу. Из всякого, из всякого разного. Так, на третьем мне потребуется много пластин, 10 этих, 10 бетона. И укрепленная железная плита. Будет стена, будет рампа. По рампе, кстати, я так понимаю, можно будет подняться наверх туда. А вот что-то с лестницы, беда какая-то. Так, биомасс бёрнер. А, ну вот здесь можно посмотреть, что куда все идет. Ну, я скажу так, позалипать в игру, конечно, можно. Время она съест какое-то. Будет ли она реиграбельна, я пока не знаю. Нужно поиграть. Вот с медью, конечно, запара вообще. Я не понимаю, как мне туда наверх подняться. Вот, чтобы легко прям было. Прыжок бы какой-то, да. Или нормальную лестницу замутить. Потому что сейчас я что-то никакой лестницы не нахожу. И это крайне грустно и печально. А медь у меня находится вот с той стороны. Но туда вот идти за ней, это такое сидело. Но, скорее всего, придется. Я сейчас, наверное... Хотя, блин, сколько у меня вообще медного всего хозяйства? 83. Может быть, и не придется. Может быть, и не придется. Так, ингот, давайте-ка сюда. Так, руда у меня скинута была в ящик. Трубы можно в рукопашную скрафтить. Так, отсюда нужно забрать пластины. 31. Пускай крафтится. Животина никак выйти не может. Почему она только здесь оказалась, мне вообще непонятно. Все это как-то странно. В общем, я так понимаю, первые несколько часов это тупо бегаешь и в рукопашную закидываешь ресурс. Туда-сюда, взад-назад. Так, это сюда. Можно, конечно, еще одну бодягу поставить, чтобы медь переплавляла. Но она очень огромная. Я ее тут поставлю. Я вообще потом заблужусь в постройке. Тем более, насколько я понял, здесь не очень много меди нужно на то, чтобы ее... Да блин. На то, чтобы ее проапгрейдить. Так, два усиленных. Два усиленных. Нужно вот это хозяйство. Раз, два. Десять бетония. Девять осталось, один сделан. Серьезно? Блин, придется за бетоном бежать. Или за цементом. Кто он там? Лаймстоун, короче. F1? Не, это надо в настройках посмотреть. Возможно, где-то им... Господи Иисусе. Что за фризы? Я вот в эту яму провалился, произошел какой-то лак. Не знаю, с чем это связано. Так, давайте-ка рубить. Насчет меди посмотрим. Чуть попозже, может, воткну. Мне сейчас просто дойти неохота. Вообще, да, так их два там поставить, чтобы сразу забрать там целый пару стаков. Ну, если бы я это знал, я бы... Хотя нет, сразу не поставить было. Нужно сразу место искать, где месторождение есть. И медное, и железное. Чтобы вот этого не было, вот этой беготни. Так, главное, вниз не упасть. Серьезно? Нифига, тут штамповка идет. Какие-то шурупы штампуют. Так, тут доделываем бетон. Я-то пока скину сюда, но тут не нужно. Отсортировать можно. Траву, кстати, надо будет потом подкинуть в печку туда. Так, бетоний. Бетоний у меня докрафчен, да? Так, 10 проводов, нужно 6 сделать. Ну, это можно в рукопашную скрафтить. Не проблема. Так, кабель. 6. Дальше. Перекрафтить. Так нет, я успею добычки-то поставить. Как бы, не проблема. Я хочу просто проапгрейдиться сейчас. И 27 железных пластин. Проапгрейдишь, построю. Как бы, какой смысл? Тем более, все равно пока изучаю игру. Да, блин, ты будешь... А, ну да, действительно. Так, сюда. Это туда. Прикольная модификация. А на RimWorld такая есть? Прикольная модификация, да. Спасибо за вопрос. Действительно, есть ли такая на Rimчик? На Rimчик была, Киншин называется. Она не совсем, конечно, как на Rimчик, но по идее что-то похожее, насколько я понимаю. Так. Модификация, да, забавная. Так, давайте-ка скрафтим сюда. Десять бетония, провода и пластины. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Такс. Мне пришло сообщение. Кнопку Х можно нажать. Спасибо. Угу. Вы украли новые здания и блубки, которые могут быть находлены в Build Menu и Craft Bench, respectively. Угу. Спасибо. Та-да-да. Объектация. Укранение. 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 Когда вы планируете здания, вычеркните место в конвейер-белл. Ну, это понятно, спасибо. Укранение. Долбатрониха у нас рассказывают очевидные вещи, но это, в принципе, опытным игрокам и так понятно. Ну, так как я не очень опытный игрок, но я все равно догадался. А как кривой конвейер делать? Так. Что-то за зеленая полоска появляется такая. Может, лучше почитать сначала что-то такое, а потом уже делать. Can be used for 3 рубля. Можно высоту поменять. Угу. Все понятно. 60 ресурсов в минуту. Один в секунду поставляет. Так, здесь у нас. О, можно в пол делать. Внезапно. Не прошло и года. 8 на 4 метра. Фундамент. И рампа. Слушайте, может, сейчас получится сделать рампу наверх. Чтоб мне туда в обход-то не ездить. Нужно 5 бетония, да? Блин. Надо, короче, накрафтить бетона. Так, давай, иди сюда. И наделать этих рамп, чтоб в обход не ходить. Ну, что мне туда западло ходить. Конвейер сам. Хорошо, сейчас попробую. Так. Давай проверим. Мне нужны пластины. А, ну понятно. То есть он тупо вот так соединяется у нас. Бздынич и из воздуха построился. Здравствуйте. Че так быстро еду-то? А можно в печку залезть? Нельзя. Ну ладно. А есть какой-то ящик-то куда-то складывать? Нет? Ура, поздравляю. У нас первая автоматизация. Так, пластины. Здравствуйте. Сейчас надо подцепить медь, потому что мне это все не нравится. Медь это, наверное... Блин, жалко, лестницы никакой нет? Крайне печально. Есть стена. Есть деревянная стена, да? А нет. Это какая-то укрепленная. Или она просто так выглядит? Стрим по базе 17 не будет. Будет видос. Это фактория в 3D. Да, примерно типа того. Стались манипуляторы. Я так понимаю, сплиттеры чуть позже появятся. Я сейчас хочу сделать какую-то лестницу наверх. Мне бы что-то пешком ходить неохота. Так, этот есть, это есть. Столбы есть, конвейерный. То есть они постепенно нас в курс дела вводят. 5, 4. А, так это просто на фундамент заезжать. А можно фундамент на фундамент, интересно, поставить? Сейчас проверим. Блин, потемки какие. Камень это понимание разбирается. Тут подняться-то вообще крополи вон. Так. Ну еще бы в кнопках бы не путаться. Так, ну-ка, давай проверим. Буздынч. О, ништяк. Сейчас построим. Коммунизм в отдельно взятой колонии. Надо, короче, нарубить этого адского камня. Так, естественно, руками я его делать не хочу. Давайте-ка немножко автоматизацией займемся. Для автоматизации... Так, а ну иди сюда. И далее по тексту. Для автоматизации мне нужно... Сюда бы еще вот эту вот траву бы закидывать. Так. Биомасса. Как ты у нас крафтишься? Интересно. Так, а конвейер-то я наверх потяну. К чему я его законнектил, Владимир? Сплитеры на втором будут? Ну, сейчас посмотрим. Боба-Ангела? Не знаю. Нет, базу я хочу продолжить, но пока не могу сказать когда. Не-не, сверху там медь. Мне, чтобы в обход не бегать туда, я хочу наверх туда подняться по этой рампе дурацкой. Видишь? А чтобы рампу построить, мне нужно бетония наковырять. Бетония наковырять? Мне сейчас нужно вот эту байду построить, которая будет его копать. Так. Биомасса из чего крафтится? А что она вообще дает, вот эта биомасса? Лиственная. Давайте-ка я одну сделаю. А, как топливо. Угу. Понял. Понятно. Интересно. А как тут битва с могами автоматической обороны выглядит? Если вообще это здесь есть? Вот, кстати, да. Хороший вопрос. Я не знаю. Надо доиграть. Может быть сейчас получится. Я сейчас, конечно, посижу тут, позалипаю. Нам куда спешить-то? Сейчас вот так вот био-жижи вот это накрафчу. Посмотрим. Может быть получится что-то узнать. Насчет автоматической войны. Это надо спрашивать у тех, кто успел уже напиратствовать и наиграть. Что большинство тех, кто в игру играл, скорее всего, тупо запиратели. Не. Я, конечно... Я, конечно, не говорю, что прямо все. Но почему-то у меня такое ощущение. Хотя многим, наверное, повезло не так, как мне. Точнее, повезло, им ключ достался. А мне вот почему-то нифига не достался. Не любят меня разработчики. Так. Это давайте выкинем. Медь, слитки, бетоний. Топливо я переделал. Сейчас мне нужно скрафтить портативный бур. Если вы говорите, их переделать потом можно. Ну, точнее, нужно будет. Соответственно, можно сейчас их побольше сделать. Надо тогда проволоку накрафтить. Вот здесь вот. И, кстати, заметьте, здесь как факторка медь тоже не так сильно вначале используется. Может быть, потом, конечно, сильнее она и активнее будет использоваться. Черт ее знает. Это мы проверим. Кто на Комторренте купил? Да. Склады друг на друга. А я могу сделать склады-то вообще? Точки до точки. Сейчас, Владимир, я проверю. Короче, я поставил мод на факторе. Он называется Satisfactory Mod. Вот он вот так выглядит. Заходите в игру, и у вас сразу вот это в 3D все. Где взять? Гуглите. У меня договор о неразглашении. Не могу сказать. Забанят меня, иначе тогда в гугле. Так, один. Блин, проволоки не хватило. Сейчас второй сделаю. Пускай будет. Эти слитки едут, напугали гады. Так, сюда. Интересно, что здесь скажут люди, которые любят сверхкомпактные базы. Вот на это все. О, о, ого. Спасибо. Будем знать. Насчет склада. Насчет склада. Сейчас посмотрим. Так, привыкнуть бы еще, где он тут находится. Так, а склад? Он где? В какой вкладке этот склад? Я, по-моему, еще делать даже не могу. Я могу стены делать. А вот сами склады. Здесь складов никаких нету. Преомассы из дерева, из листьев. Болты есть. Вот, сто ручка. Он появится на следующем тире. То есть мне нужно следующий тир сделать. Следующий тир у нас железные трубы. Давайте, кстати, следующий тир апгрейдим. Это мне не мешает совершенно заапгрейдить. Вручную, правда, крафтить придется. Ну да ладно. Да, это фактория в 3D, типа того. Так, сколько там нужно было? Сейчас тир апгрейдим поставим. Ну, 20. Надо же попробовать, как все это, гады, сделается. 20. 20 готово. Блин, иди сюда. 20 бетония. Бетоний я хотел добывалку поставить, так что сейчас поставим. Сейчас, наверное, опять пролаг будет, как бы прогруз. О, видели, пролаг был. Это, скорее всего, какая-то дальняя местность подгружается, из этого пролаги идут. Это что у нас тут, Ниагарский водопад? Блин, жалко взлететь сейчас нельзя. Так-то красиво на планете здесь. Так. Херь, эту в руку берем? Динч. Здравствуйте. Этот долбобур будет. От долбатрона. Можно сразу несколько, конечно, ставить. Чтоб не заморачиваться-то. Насчет шифта? Не, не пробовал. Можно попробовать. Может, получится. Но вроде как не помогает. Что-то типа жуков есть. Здесь есть какие-то гады, которые меня чуть не убили. А вначале от них кое-как увернулся. Привет, черновики бродячего кота. Я пока не могу сказать, стоит, не стоит. Писание стен. Не надо многоташек. Давай, почитаем. Все равно пока собирается. Ну да, многоэтажные структуры можно строить. Но тут лестниц, как таковых, которые ладеры. Их тут нет. Есть рампы. А это, я так понимаю, можно просто многоэтажные какие-то здания строить. Но это, в принципе, ожидаемо. А вся вот эта вот энергетика, ну, оно тут есть как есть. Не помню, сколько там надо было бетоне. А сейчас сбегаю туда. Проще добежать, чем вот это вот все. Какая-то фигня, он там в воздухе висит. Не, выглядит оно, конечно, все привлекательно. Так что, у меня все кончилось. Так, что по электроэнергии. Да, биомасса достаточно неплохо так расходуется. Ну, в смысле, медленно. По сравнению с тем, что было с листьями. Так, и бетоний. Мне бетония потребуется... 20 штук. Шифт сжать, вот. Не помогает. То есть я просто держу кнопку мыши, он крафтит ее. Примерно так. Ну, сейчас бетония хватит. Так. 75 труп. 10 есть. Здесь она только так крафтится. Как по-другому, не знаю. Без понятия. 70. 75. И... Слот инвентаря мне дадут. О, наконец-то мне дадут бур. Электрический. И ящик. Можно будет автоматизировать все. Чем весь вот этот запар. Так, сотка пластин. Да блин. Вот отсюда, кстати, с шифтом нормально забирается. На крафте. Ты имеешь в виду здесь? А, оттуда лист. Все, понял. Так, а на апгрейд-то как посмотреть? А, здесь просто контекстное меню вылезает. Окей. Так, трубы, бетоний. Где вы? Бетоний. И провода. Четвертый уровень хаба. Добавить. Ну да, вот только что нажал. Ну уже что-то более-менее понятно становится. Долботронша нам рассказала всякого. Так-с. Биомасса, плита. Здесь, в принципе, все то же самое осталось. Оттуда лист. И как удалить из этого списка туду? А? То есть здесь можно просто в туду лист составить, что мне нужно сделать, чтобы не запарываться. И запомнить. Так, а пятый уровень хаба? Биомасса. Космический лифт. Ладно, это попозже прочитаю. Надо сначала посмотреть, что у нас тут. Возможность крафтить есть. Так. Конвейеры. Это понятно, все стены. Это все было. Сторож контейнер. То есть сюда я могу уже складывать железные пластины. Его, в принципе, уже скрафтить можно. Так. А добывалка? Один бур и один бетоний нужен. Сейчас сделаем, значит. За бетонием придется сбегать. За лаймстоуном. В комнату? Да, сейчас зайду. Минутку. В долбатроне, хожу, сказала, что там что-то появилось. Я так понимаю, вот эти деревья она потом каком-нибудь пилой будет пилить, наверное. Ля-ля-ля, 3 рубля. Бетоний. Такс. Сюда. Что там хотел? Ладно, давайте в комнату зайдем, посмотрим. Раз, спросите. Сказал я и полез на крышу. Ого. Ля-ля-ля. Черт, это фигня. Где анимация ноги? А, их теперь два появилось, да? Сюда, наверное, можно конвейер просто подтянуть и автоматически начать загружать эти листья дурацкие. Так, а тут у нас две койки для одного человека. Так, кухня. Самое главное место. Говны, наверное, по этим проводам текут куда-то туда в сторону. Здесь винда у кого-то зависла. Лампочка как тебя выключить. Лось. Фиксики. Пасьянс. Да. Ну, тут ничего веселого я, по крайней мере, не вижу. Оно весело, конечно, все, но оно бесполезно. Так, декор. На скеле без ног. Да, я тоже так понял, на одних руках. Так, давайте поставим штуку нашу, которая будет автоматически добывать. Майнер МК-1. Извлекает твердые ресурсы из узла ресурсового, из месторождения. Ну, тут, наверное, как месторождение будет. 60 секунду. 1 секунду, 60 минут, 5 мегабайт. 5 мегаватт, точнее. Все понятно с вами. Так. Оставимся. Ты че такой здоровый? Нет трубы. Блин, опять тут ресурсы все закончились. Надо, наверное, вот этого вот уже отсюда убрать. Какой смысл? Все равно я сейчас автоматизирую. Так, и пока это не автоматизировано, сюда можно закинуть сотку. Так, майнер. 60 найнер. И че, и как его сюда установить? То ли лыжи не катят. Во. Понятно. То есть он пересекается с остальными вещами, из этого его не поставить. В таком случае нужно поворот будет учитывать, а выход у тебя сбоку, да, здесь. Блин. Конвейеры придется гнуть. Каким-то образом невероятно. Хорошо, давайте вот так вот. Понятно. В общем, конвейеры сами гнутся, как хотят. Так, и тебя нужно сейчас соединить на столб. Для столба. Для столба не хватает. А, для столба все хватает. Четыре коннектора всего в этой палке электрической, поэтому приходится вот так вот. Так, че? Блин. Попытка номер три. Давай сюда. Бздыньч. О, поехала бурилка. Сейчас я попробую этот конвейер протянуть. О, поехала жижа. Да, блин, как на тебя запрыгнуть? Почему-то персонаж гораздо быстрее на конвейеры едет, чем вот эти вот все ребята. Один секунду, наверное, здесь такая бы скорость была у конвейеров. Если бы актуально делалось. Не, конвейер тупо не цепляется никуда, видишь? Владимир, не подключить. Все круто. Да не, не, не. Конвейер не тянется. Вот, только что попробовал. Видите, не тянется. Он не цепляется, он только к коннектору идет. Если есть коннектор, он к нему цепляется. А так не получается никак. Переделывать не надо? Зачем? Сейчас нужно наверх забраться. Стойку. Ты думаешь, это поможет? Так, а как ее вверх вытянуть? Так вот. А, вот. И сейчас можно уровень ее выставить. Как тут развернуться по-человечески? Непонятно пока. Так, ну, допустим, где-то в этом месте она будет стоять. Так, нет. Да, тупить здесь бесконечно можно. Все, выше не поднимается. Придется несколько этажей ставить. Хотя я знаю, как сделать. Наверное. Нет, ну, максимальная высота. Да, слишком большой угол для нее. Блин. Как там этот? F. Все круто, но... Можно вот на эту фиговину поставить, как-то сгибнуть ее туда. И вывести наверх, и там ее установить. Сейчас сделаем. Хотя проще, наверное... Так, где у меня... Блин, ездит тут всякое. Бетония не хватает. Я сейчас тут пару этих стоек поставлю, конвейером туда вытяну. И можно будет наверх подниматься. Так я два или три сделаю, сделаю спиральный. Как в видосе там у них было. Они же делали ее. А, у меня уже склады есть. Так, блин. Да он мелкий какой-то, этот склад. Мне проще этих бетонных штук понаделать. Мелковат. Да я, по крайней мере, так научусь. Хотя бы их делать. Любопытно же, как это все работает. А, блин. Так быстрее сделай. Владь. Наверное, было бы. Здесь, наверное, придется рамку ставить. Понаделали дичь, это называется. Опять бетоний кончился. Но тут немного осталось. Я уже почти пришел к успеху. Так, бетоний. Бетоний не делается. На постройках? Да зачем на них ставить? Может быть и можно на них поставить. Фиг его знает. Да ладно, я уже рамку почти доделал. Осталось чуть-чуть только. Можно попробовать, конечно. Блин, надо было два бура, наверное, здесь поставить. Хотя ладно, хрен с ним. Пускай один добывает. У меня вот такое вот интересно. Здесь бесконечное месторождение или все-таки конечное? Ну, давай попробуем сейчас вот к этой приконнектиться и туда наверх. Может быть получится. Из любопытства чистого. Как бетоний. Я не знаю насчет того, большая ли карта. Буров, да, действительно нужно больше. Ну, давай проверим, можно ли тут к нему приконнектить или нет. Что-то я, честно говоря, сомневаюсь. Не, он туда, он вообще вот, ну, не коннектит к нему. Не считает его за объект. Тут вполне ставится. Так, рампы. Да блин, что-то я все не на ту кнопку нажимаю. Я так понимаю, потом по этим рампам еще ездить можно будет. Блин, это почти успех уже. Сейчас по-любому не хватит бетона. Не хватило. Так, можно в космос, наверное, по этим рампам забраться. Понастроить их. Блин, понаделали дичи какой-то. Ну, сейчас я зато смогу к меди пробраться. И медь начать копать. Мне показалось, кто-то где-то рычал. Ну да, типа того, как факторки, так и получается. Единственное, что может быть... Хотя фиг знает. Просто если понимать управление все и знать, что делать, я думаю, здесь не так все долго будет. Как вот первый раз заходишь, когда как тупой тут жмешь, выслушиваешь в чате всякое про себя. И так далее. Ну, какой первый взгляд без боли и отчаяния, да? Я так понимаю, каждый апгрейд дает больше, чем один слот. Так, здесь что-то все встало у нас. Все, практически успех. Это была великая победа. Блин, тут есть интересное оружие, что-то посерьезнее, чем вот эта вот ковырялка. Не очень удобно, конечно, вот этих вот дикобразов тут убивать. Слушайте, он тупой, походу. Че-то не достает до него. Ничего себе ты откидываешь. И че, ты сейчас... Это тебя ужалило, ты так бегаешь? Че с тобой? Ну, стой. Урожа у тебя. Так, здесь железная руда. Тут тоже железная руда. Где там у нас медь была? Медь. Давайте сканировать. Че-то до меди совсем-совсем далеко. Сто метров конвейера тянуть оттуда? Игра, ты издеваешься? Я так понимаю, никаких... Ничего, никакого транспорта, ничего такого не будет в данный момент, чтобы мне обеспечить поставки этой меди. Блин, ну, если это так, то это грустно. Сюда в целом можно поставить конвейер, протянуть его на базу. Туда. О, там что-то такое светится. Что-то мы там засели на базе. Надо, наверное, походить по миру, поизучать немножко. Посмотреть, весь ложе. Ну ладно. Все понятно? Ничего не понятно только? Да не, я не хочу перемещать базу. Экономия. Ну, можно, конечно, попробовать. Повыпиливать. Ну фиг знает. В глубоком шоке? Может быть. Я бы тоже от всего этого был бы в глубоком шоке. По большому счету, сейчас нет такой большой потребности в медяхе, поэтому можно просто бур тут поставить. Пускай он бурит. Вот что вот только вот из-за этого зеленая фигня, мне пока непонятно. Бур. Никаким быстрым движением его не установить, к сожалению. Может, конечно, было два поставить. Ну, по крайней мере, пускай он роет. Дяденька, давайте поиграем в игру. Упади и сломай ножку. Блин, я так понимаю, эти месторождения бесконечные у нас? То есть все зависит только лишь от того, насколько эффективно бур добывает все это дело. Если это так, то это вполне, ну, не знаю. Очень странно. Написано в подсказках слева, что у нас электросеть может быть перегружена. Видимо, генератор вырабатывает только определенное количество энергии. Соответственно, если у меня потребление будет больше, он просто не будет справляться. Один хрен как-то далеко бегать. Да, надо сразу учитывать, чтобы иметь железо было рядом. А не вот это вот все. А то, блин, туда бегать. Хотя, с другой стороны, можно, конечно, заморочиться. И вот этот бетоний туда прям протянуть. Мне по факту вот, на тот край нужно. Туда прыгать очково. Не, я не хочу туда прыгать, нафиг. Игра, да вроде как, неплохо. Да, так насчет моста через пропасть. Блин, не знаю, были бы конструкции какие-то для этого, можно было бы построить. Экономия на бетоне, ну, такое сидело, мне кажется. Что-то по-наросло уже. Давайте-ка захаваем вот эту вот вещь. Так, это что? Странный огрызок, который излучает странное свечение. Кто бы сомневался. Так, вообще, я хотел построить склад, чтобы железные пластины у нас куда-то вот сюда вот складывались. Сейчас эту всю гадость надо пособирать, чтобы она не мешала. Так, насчет склада, значит. Да, блин, кэш. Склад у нас требует трубы. Трубы, конечно, можно тоже автоматизировать. Так-то. Ну, это надо сплиттер нормальный ставить. Без разделителей. Тут вот эту всю автоматизацию делать. Такое сидело. Это можно подворовать. Так, склад. Значит. Я, правда, хрен знает, какой смысл вообще на складах все только копить. Как-то. Как-то. Как неудобно все это делать. Тут наверняка есть какая-то привязка. В целом, если поставить многоэтажные склады и конвейер, например, с трубами наверх поставить, а с железными пластями на низ, то уже можно какую-то автоматизацию сделать. Там же еще болты у нас есть. Тринадцать. О, норм. Пускай копится. Но, с другой стороны, этот у нас добывает 60 минуту, и этот потребляет 60 минут. Так, а выработка электроэнергии? Да, придется сюда ставить еще одну добычу, чтобы из нее копалась руда, ехала куда-то в ту сторону. Блин, ну тут... Какая-то страшная логистика тогда получится у нас. Через контрол можно? Контрол. Да вроде нажимал. Ладно, я сейчас попробую. Буду следующий устроить. 20 мегабайт вырабатывать. Так, вот и употребляешь. Четыре. Так, ты... Пять, это девять. И эта хрень у нас потребляет 13. То есть я могу... Блин, если поставить еще один бур, это будет 18. И куда-то направить. Так, а что у нас в следующем тире будет? Когда сплиттер вообще появится? Ага, это у нас генератор отдельный. Вместо стартовой базы. Это слоты. А это... Все понятно. То есть это хрень, это и итоговая штука, которую нужно построить. Что в следующий тир разблокировать. Блин, ну тут не посмотреть. Я не знаю, сплиттеры, наверное, позже появятся. Это крайне печально. Почему сейчас нельзя их поставить? Что-то все под барахла накопилось. Капец. Так, это сюда. Это сюда. Это тоже сюда. Нужно убрать, чтобы она не мешала. Трубу, железо, это все надо. Это тоже все надо. Так. Нда, да. Насчет контрола я понял уже. Я до этого смотрел, что-то как-то подзабыл. Тут, кстати, ведь... Слушайте, я узнаю, что хочу сделать. У меня еще вот эта биомасса надо в соседний генератор запитать, который у нас от этой станции стартовой идет. Сейчас она перекрафтится. Раз игра мне говорит заниматься менеджментом электроэнергии. Так, сюда. Это можно скинуть. Все встало. Почему-то. О, с конвейеров можно воровать. Блин, почти как в Факторе, вот так же. Интересное занятие. Да, персонаж реально с скоростью 1 в секунду перемещается. Ну, 1 бэлт вот этот вот. Ресурсы анимации едут вообще медленно как-то. Странное дело. Так, для апгрейда, значит, 500 проволок нужно. 500 проволок, 30 бетона. Проволок я вручную скрафчу, трубы я тоже вручную скрафчу. Посмотрим хоть что-то за лифт космический. Для космонавтов, наверное, для космических. Блин, какие-то в этом месте пролаги идут непонятные. Странные. Так. А, то, что они кучками едут, Владимир. Ну, кстати, может быть, да. Может быть, кучками едут как раз. 1, 2, 3, 4. 12 слитков. На одной пачке едет. Может, из этого, кстати, и есть. Может, конечно, конкретный завод поставить. Бетон, чтобы клевать. И клепать из камня. Так, что у нас тут? Да, бетония хватает. Сейчас нужно сгонзать туда за рудой, за медной. Наверное, она уже накопилась. Блин, все-таки... Все-таки, наверное, лучше 2 бура там поставить. Кто-то там был прав. А еще лучше протянуть оттуда конвейер. Но это у нас 100-500 миллионов железа. Хотя, с другой стороны, мне все равно же понадобится... Медь. Так, и тянуть сюда тоже понадобится. Все круто, но переделывают. Блин, а это туда нужно тянуть электричество? Чтобы электричество туда не тянуть, лучше там генератор поставить. Генератор я пока сделать не могу, потому что на следующем тире у нас идет. Топишка драпом придется бежать. Ладно, сбегаем. Полюбуемся красотами. Можно, конечно, вот эту стартовую базу куда-нибудь сюда было бы переставить. Наверное. Так. Руда. 600 метров. Сколько там сказали? 30 километров? Игровая карта у нас. Квадрат. Или 30 квадратных километров площадь. Что 30 на 30, это 90 будет? А 30 квадратных... Корень квадратный из 30. Кто помнит? Кто уме умеет корни извлекать? Что-то там 5 с копейками будет, да, у нас? 5 на 5 километров. Не, нафиг. Это что-то какое-то западло сюда бегать. Надо ставить сюда автоматизацию, тянуть конвейеры. Километры лент. У нас это, знаете как, макароны в 3D переходят на новый уровень. Красота макарон неописуемая стала теперь. Как иначе? О, дымы видно. Дымит завод, это хорошо. Можно гадить в природу. Это мы умеем профессионально делать. Когда фактория будет? Через несколько дней. 30 квадратных километров, 5 на 6. Да, 5 на 6. Я смотрю, все умеют вообще легко извлекать квадратные корни в уме. Молодцы. Горжусь своей аудиторией. Жалко, что я не умею только. Так, мне нужно 500... 500 кобелей. Ля-ля-ля, 3 рубля. Вот она, лень до чего доводит, видите? Кусаки, да, кусаки есть. А, в описании было. Ну вот, 5 и 6. Так. Космолифт, чтобы 17 на 19. Да действительно. Чтобы получить космический гаечный ключ, нужно построить космический супер-турбо-космолифт. А как иначе, да, еще у нас? С интернетом непобедимо. У меня сейчас выбран русский язык, но он почему-то сейчас не работает. Я не знаю почему. Придется еще раз бежать. Вот лень, видите, к чему приводит? Не, ну серьезно, я сейчас не хочу эти бандуры ставить, только для того, чтобы сделать 500 проводов. Появится от космический турбо-лифт. На него, может быть, тоже, кстати, триллионы нужно меди. Так что, наверное, сейчас еще один бур нужно поставить. Тем более, он все равно потом используется для апгрейда. Так. А, ну тут не написано, сколько на него нужно. Так что, в любом случае, наверное, придется автоматизацию делать. Блин, ну это печально. Все круто, но доделывайте. Триллионы столбов тянуть? Так далеко? Это вообще неохота. Проще там 4 бура поставить, нафиг. Так, мне нужна проволока. Ну проволока хотя бы крафтится вон кучами. А не вот это вот все. Это он, получается, по 3 бухты за 1 крафт делает. Приходится кнопку мыши держать. Да, это они, видимо, специально сделали, чтобы вот такой никакой автоматизации не было поначалу. Только вот так вот. Только более отчаянно, только хардкор. Дроби руками. Это то, что мы так любим. Так, это можно тоже за раз тут наделать. Не знаю, сколько там пригодится. 20 штук. Сейчас я сделаю, наверное, несколько буров и поставлю их туда. Пускай они там добывают. Чтобы за раз можно было смотаться туда. 1, 2. Пускай так будет. Индонитарь. Индонитаря хватает. Вон, побежали. Нам жить больше заняться-то нечем, кроме как бегать туда-сюда. В Факторио примерно то же самое происходит. Бегаешь туда-сюда, взад-назад. Оно само все крафтится, крафтится, крафтится. Чудесно просто. Так. Делать наклонные конвейеры, использовать... Нет, ну, наклонные конвейеры... Как бы я не против их сделать, его далеко тянуть сюда. То есть сейчас задача проапградить вот эту фигню, проще пешком сбегать. А чуть попозже можно конвейеры начать тянуть. Я вот сейчас бурый поставлю, пока медь добывается, я, наверное, начну протягивать конвейеры. Потому что все равно далековато. Правда, здесь, как их, не знаю, изгибнуть придется какой-то спиралью или фиг знает. Мне вот любопытно, интересно вот эту штуку. Друг на друга можно поставить? Конвейер на вот эту вот фигню. Или нельзя? Так, 95. Но зато площади гораздо меньше занимает этот индивидуальный бур, чем тот здоровый, который автоматически. Проще было бы, наверное, изначально всю фабрику перенести нафиг. Чем вот это вот все. Так, 9. Побежали. У меня все ощущение, что сейчас кусаки набегут. Будут грызть за всякое. Мультиплеер. Давай, Костя, потом, попозже. Так, блин, пластины на трубы не хочется. Нет, сейчас не только стримеры играют. Сейчас могут играть 3 дня те, кто регистрировался на закрытую бету. Если у тебя регистрация на закрытую бету была, тебе должны на почту отправить ключ. Вот этот ключ в Epic Shop вводишь. в Йопик. Прям картина маслом. Бежит чувак, махает руками и собирает траву. Интересно, если вот эти блоки ставить горизонтально, они отвалятся когда-нибудь или нет? Или они так и будут? Может, проще мне тут бетоном построить дорожку туда и по ней отправить конвейеры? Чем вот это вот все. Мы это не ищем легких путей. Бетония, она одинаково требует. Какая мне разница? Эй, я не хотел туда ставить. Ужас. Ужас, когда не привык к управлению. Не, нормально. Тут все на святой тяге в воздухе висит. Капец. Замечательная игра. Что нам стоит мост построить? Может, где-то поближе есть эта руда? На, поближе нет. Только туда. Поближе только 900 метров. И здесь можно будет конвейеры протянуть. По этим площадкам. Так она сейчас 100-500 бетония насобирать. Игра, Денис. Да вроде неплохо. Так. Зеленый газ. Так я же над ним пробежал. Над зеленым газом. Ну, сейчас проверим. Убьет, так и убьет. Ладно. Там, главное, потом вниз еще спуститься как-то по-человечески. Так, что здесь такое? А что все встало? Электроэнергия кончилась. Да, что-то эта биомасса быстро закончилась. На нашем этом турбокрафте. Так, надо знать, что сделать. Два. Я сейчас хочу, чтобы больше бетония у меня добывалось. Так, здесь. Излишек надо, наверное, скинуть. Да, блин, выкидывайся. Это мне не надо, это мне надо. Это мне тоже, наверное, надо. Сначала надо установить, чтобы добывался бетон. Потом я покрафчу. Бетон добудется. Можно будет мост достроить туда. Оно, конечно, далеко все, но, по крайней мере, конвейер можно будет протянуть. Все круто, но переделывает. Ничего не меняется от игры к игре. Так. Центр переработки. Такой центр переработки зеленого газа. Шутку понял. Смешно, да? Кстати, он там еще одна какая-то зеленая дичь светится. Так, что я хотел... А, я хотел сейчас накрафтить вот этих слитков. Можно, конечно, было бы поставить завод по крафтам. Действительно, что я буду руками крафтить? Блин, мы такими темпами сейчас полную автоматизацию сделаем. Я так хотел руками крафтить. Так. Как он там называется? Смолтер. Нужны трубы. Так, тут будет колхозное производство. Мы ведь любим колхозить, да? Вы ведь все любите колхозить? Парень, поколхозить не желаешь. Так, надо сделать с таким расчетом, чтобы его можно было потом в железный переделать. Так. Ну да, контрол выравнивает относительно текущей постройки. Здесь нужен столб. Что-то как-то темно становится. Потемки ужасные просто. Так, fireball сюда. Провода. А что ты так высоко стоишь? А, у него сейчас специальные опоры какие-то. Типа, чтобы в воздухе не село. Да блин, где тут медный рудок у меня? Вот оно. Вот оно. Топливо кончилось. Так, где-то у меня тут био-жижа была в запасе. Целых 150 штук. Все, слитки медные поехали. Чтобы быстрее просто это все было. Так, что там у нас дальше? Проволока из слитков идет. Проволока. Медное производство вообще какое-то тупое. Одно за другим ставишь его. Хотя, в принципе, каким оно еще должно быть на старте игры. Действительно. Так. Три усиленных пластины нужно. Что-то я так подозреваю, что у меня вот этих вот слитков сейчас особо нифига не хватит. Надо, наверное, знать, что сделать. Хватит. Накопить немного слитков. Чтоб можно было труп наделать. Что все это мелочи, то я могу, в принципе, вручную крафтануть. Так, а медь? Сейчас немножко тут автоматизируем. Так, нет, не то. Так, нет, не то. Ужас какой. Кобеля, почему вы так быстро кончаетесь? Кто-то может мне рассказать об этом? Да потому что я днищий на крафтанах. Ответ очень простой. Так, линия сюда, сюда, сюда. Ты у нас будешь делать проволоку. М. Что-то не приконнектился. Все, поехала проволока. Это гуд. Так, сейчас за бетонием можно сбегать. Накрафтить бетонием. Чтобы доделать мост туда, этот адский. И по нему пустить конвейеры сменит. И генераторы... Ну, наверное, можно, если столбы со... Блин, чуть-чуть не свалился. Если столбы соединить. Там ведь на следующем тире появится автономный генератор. Я его хотел поставить... Хотя, если автономный генератор там поставлю, где медь добывается... Ну, и туда придется топливо постоянно таскать. Это не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, кафик разницы. Топливо можно в ящик закинуть. Целую большую кучу. Из ящика запитывать, наверное, туда. В генератор. Если получится. Оно по три сразу, да, делает? Ну, гуд. Зер гуд. Так, медная руда у меня совершенно кончилась. А вот бетоний... Блин, бетоний бы тоже отдельно, конечно, крафтить. Так, а бетоний у нас здесь крафтится или где? Блин, как... А, вот. Да, бетоний крафтится в этой фигне. Это у нас... Конструктор. Вручную мне вообще крафтить его неохота. Нафиг, надоело. Его все равно потом разобрать можно. Так, бетоний. Камень, конечно, придется вручную закидывать. Ну, да ладно. Нет, они напрягают в данный момент. Сплиттеров нет. Может, было бы общий склад поставить. Как-то разделить их туда. Хотя я фиг знает, можно ли здесь сортировку сделать. Какую-то человеческую. Без понятия. Так. Это надо вернуть сюда. Бетоний. Шесть штук. Да, бетоний тут сто лет будет крафтиться. Ладно, хрен с ним. Далее. Апгрейд. Я понимаю, что можно бедную руду руками таскать. Но это такое. Игрушка, Егор. Да, не знаю, нормально вроде. Жизнь, все хорошо. Цель игры... Да, жизнь... Цель игры бесцельна, как наша жизнь. Такая же. Они есть. Ну, хорошо, сплиттеры раз имеются. Пятьсот. Блин, труб еще надо фига. А трубы вроде здесь быстро крафтились. Да, трубы можно в рукопашную скрафтить. Хотя, лучше, конечно, их тоже было бы автоматизировать. Пускай еще сотка накрафтится. Пока делаются трубы, я хотя бы воды попью. Недоступно. Ранний доступ на ключ активировать. Ключ активируешь, который тебе приходит на почту там с ранним доступом. И все у тебя становится доступным. Так, сколько у меня труп? 122. Надо, насколько я понял, 150, да мне? Да, фактория в 3D. Арматура. Ну да, но похоже на трубу. Пускай перерисовывают. Я, что ли, рисовал эти текстуры? Если они на трубу похожи. Арматура так арматура. Батыр арматур. Блин, он так крафтится. Подло, конечно, какое-то. Ну, без генераторов тут вот этот крафт весь. Нафиг. Так, бетоний, наверное, там уже готов. Надо засыпать еще немножко. 27. Да, бетон что-то вообще какой-то медленный. А, ну хотя здесь кончилось. Так, давайте сюда. Здесь. Проволока. Здравствуйте. Так, железные пластины. 100. 42. 150. Дальше. Арматурины. Арматура так арматура. Окей. Проволока. И 30 бетония. Та-та-та-та-та-та-та-та. Апгрейд. Новое здание. Тарт. Корпорация фиксиков меня благодорит. Второе. Назвичина. Апгрейд. Эта режима. Трbudsоу. Т aqu dop. Апгрейд. Назвичина. Долбатрониху местную Стива мы зовут. Так, отконфигурировать маму. Интересная какая вещь. Рядом с туалетом стоит. Интересно, этой штуке можно доверять вообще? Что за хрень? О! Так, понятно, это чтобы исследовать, где они находятся, наверное. Проанализировать и флавер питался. Это у меня вроде было. Давайте-ка посмотрим, как это будет работать. Стол не проапгрейден. Мебель не завезли. Бывает. Владислав, да нормально вроде? Вроде как окей. Два смелтера, один бур. Чего? Нет, я отдельно не регался. Я давно зарегистрировался, мне доступа не давали туда. Мам, я покакать, да? Да-да-да. Я сейчас посмотрю, что у меня тут имеется. Его же можно, да, изучить? А, вот так вот. Сплит стак. Один. Эй, куда? Одно. Господи, как... Второе. Зеленая жижа. И что там еще было? Были ягоды или картошка там, какая-то, которой у меня нет. Блин, их еще и 10 надо. Игра, остановись, что ты делаешь? То есть это вон 7 минут будет вот этой фигней заниматься? Все понятно. Поставил игру на паузу, пошел спать. Такс. Что там дальше для апгрейда нужно? О! То есть сейчас отдельно каждую хрень, тир 1, тир 2. Биотопливо. Да, блин, да тут можно до Нового года, до следующего это все изучать. Сплиттер и совместитель. Эффективность. Это, я так понимаю, какие-то всплывающие подсказки будут вылезать. Так, здесь оно что? Надзорная башня. А, то есть вот с этой башней можно смотреть. Ага, понятно все. Короче, в любом случае придется сейчас автоматизировать производство всех этих труб, железных пластин и всего остального. Иначе просто тупо устанешь все это руками делать. Все круто, но переделывать. Так, бетоний. Хорошо, я так понимаю, мне один фиг придется... Так, давай сюда. Мне один фиг придется медную руду сюда поставлять. Или протянуть ее оттуда, или фиг знает как. Так, что я хотел-то? Вот это я хотел. Сюда. Бетоний забираем. Думать, шансы прикидывать. Да, типа того, как я узнал. Блин, как я... Странно, да, как я не узнал? Не знаю, не могу тебе сказать. Так, насчет лифта. Кстати. Так, где тут он у нас? Понятно, это тоже паер. Это у нас генератор отдельный. 20 мегаватт вырабатывает. То есть я могу его там поставить, чтобы мне сделать поставку меди сюда. И здесь уже базу дальше разворачивать. Хаб. Да ну нафиг, какой космический лифт? Вы че, я тут год на него копить буду. Весь этот бетон. А, короче, постройка этого лифта позволяет мне разблокировать более старшие тиры в хабе. А какие более старшие тиры в хабе? Так. Здесь вроде оно все разблокировано. Так, здесь мост. Блин, то есть сейчас я могу все эти дурацкие рампы строить. И зачем там бетон-то для этого делал дурацкий? Джамппад. Пока что это все выглядит каким-то бесполезным. То есть ты тупо добываешь ресурсы ради того, чтобы вот это все сделать и добывать еще больше ресурсов. Ну, в принципе, как и все игры. 500 медной проволоки. Блин, капец. А че так много ресурсов-то надо? В любом случае нужно все автоматизировать и... Ага, это две перекрафчивает в одну. То есть из этой я могу, наверное... Не знаю, че из этой могу. Ротор. Модульная рама. А, тир 3. Это спейс-элеватор фазы 1 нужно закончить. Я так понимаю, что в конце вот этого всего мы полностью строим космический лифт и типа побеждаем игру. То есть как ракету построить, только она тут по очереди идет. Интересно, девки пляшут. Так, биотопливо. Мне позволит делать более эффективное топливо, чтобы мне меньше руками собирать траву из биомасс. Дверь. Стенки. Обзорная башня. Так, тут. Дисплей продуктивности. Сплиттер. Мерджер. Так. А, вот эта коробка персональная, которую вниз туда можно поставить. Здесь. Сканер объектов. Не знаю, что... Непонятно мне. Маяк. Что за маяк? Можно обозначить точку интереса. Конвейер в стене. А, ну это просто... Как бы конструкции. А вот лестница. Внезапно. Кто бы мог подумать, что они здесь откроются. Да, автоматизировать, конечно, капец. Я просто думаю, как мне медяху оттуда протянуть, потому что меди нужно будет очень много. Просто какой смысл... Так, давайте-ка это включим. То есть по факту, чтобы конвейер туда здорово не тянуть. Ну, либо доделать все-таки вот этот мост. Так, бетон. Иди-ка сюда. Уйти-ути-ути, бетон. Сейчас тебе кое-что скажу. Так, это лабуда, наверное, исследовалась уже, нет? Одна минута осталась. Конечно, где еще место биомассии, кроме как ни у туалетка? Бетон придется, наверное, тоже автоматизировать. Неохота мне руками его таскать. Так, давайте-ка сделаем это. Давайте это сделаем, наконец-то. Тут конвейер недалеко до туда тянуть. И эту штуку можно переставить. Так, спасибо. Единственное, что я фиг знает, конечно, можно будет сюда поставить этот бур дурацкий. Добыватель, точнее. Так, где он у нас? Майнер МК-1. Чуть не ставится. И что мне сейчас придется тут камни вручную добывать эти? Если что-то не получается, почитайте описание. Извлекает твердые ресурсы. Ну, а что не нравится-то? Трубы нет у меня, что ли, какой-то? Или что? Точнее, арматура. Я как обычно. Ставим, ругаемся, а сами не видим. Надо этой хрени сейчас побольше, наверное, немножко накрафтить. Да-да-да, я вижу уже. Я сейчас подтяну туда, чтобы... Что там, переработку ящик-то ставить? Я сейчас поставлю там этот завод. Конвейером протяну просто, чтобы не бегать туда. И бетон будет производиться прямо вот в этой дуре. Эту дуру надо разобрать. Все круто, но разбирайте. Так, это разобрали. Изучайте тиры, говорили они. Надо было изучать автоматизацию и делать все автоматически. С дынч. Так, столбы. Вот, я думаю, наверное, реально пригодится. Это, возможно, генераторы новые. Не точно, конечно. И еще непонятно, на какое расстояние можно протягивать провода. Вот так поставлю. Вот так поставлю. Сейчас посмотрим. Например, да? Дотягивается. Сюда дотягивается. Что за монструозная дичь? Что это за фигня? А? Типа мега корабель какой-то тут строится. Вообще, монструозная дичь это ведь то, что мы любим. То, ради чего мы играем в такие игры. Так, где бы его поближе поставить? Вообще, надо было бы, наверное, конечно, на какую-то платформу их ставить. Так, ну, здесь, наверное, сойдет. 24 пластины нужны. Провода. Ты имеешь в виду столбы начнут матюгаться? Если их далеко поставить. Так, это можно сразу подключить, наверное. Вообще, там хрень летает. Так, тут у нас делается бетоний. Блин, давай, закидывайся. Бетоний пока что можно так руками собирать. И конвейер. Чудесные конвейеры в воздухе просто. Бампс. Так, окай. Эту дичь автоматизировали. Так, единственное, что мне нужно... Камни, наверное, эти убрать. Больше их девать некуда. Тут все равно рейд один к одному, я так понимаю. Производство и переработка. Так что лишнее можно в ящик выкинуть. Зря я собирал столько. Ну, по крайней мере, сейчас бетоний сам будет делаться. Так, теперь насчет... Блин, мне нужен сплиттер. Я так... Я так не могу. Хотя нет, наверное, не нужен. В принципе, вот этот завод можно переоборудовать под производство того же самого. То есть из руды вот отсюда делать инготы. А из инготов делать арматуру. Здесь надо тогда... Так. Железный ингот. Так, здесь... Ролку забираем и делаем арматуру. Вот, сейчас эту хрень нужно все подключить. И я не знаю, наверное, имело бы смысл генератор сначала изучить, чтобы побыстрее все это было. Так, генератор. Где-то у нас был. Биотопливо, точнее. 150 железных, 150 и 500. Но 500... Блин. Не, рано я переключил. Мне просто медных кобелей не хватит на все это дело. Здравствуйте, логистический ад. Вот у нас начинается самое любимое наше дело. Так, мне сейчас надо за рудой тогда будет сгонзать вручную. Бетоний, наверное, ту часть накрафтилась. Я попробую сейчас туда дорогу сделать по этим бетонным плитам. Может быть, получится. А здесь можно вывод на склад сделать, чтобы он в склад копился. Так, склад. Блин. Склад, конечно, здоровый какой-то, капец. Тут можно мерджер поставить потом будет. И объединять в один склад пару ресурсов. До свидания. Бетоний. Блин, единственное, что я фиг знает, как мне там вниз тогда будет потом опускаться. Да, это на Факторио патч. Новый супермод называется Факторио 3D патч супер-бупер-дупер. Примерно так нужно загуглить. Мост, да, я туда на мост и пошел. Я что и думаю. Я просто думаю, как мне вниз там спускать. Можно по рампам, конечно, спуститься. Да, здесь все громадное. Это факт. Блин, как бы не свалиться. Чего там говорили? Что-то жижа зеленая убивает? Так. Сдынч. Если этот мост сейчас рухнет. То просто будет, блин, на неудача. Хотя нет, все норм. Все держится. Давайте сюда даже. Даже сюда. Да-да-сюда. Давайте везде вообще наставим. Чего мы как эти, как лошары какие-то. У нас сейчас бетон автоматизированный. Потом доделаю. Лет через 200. Треугольных платформ нет. Ну, чтобы так покрасивше все это было. Все, бетоний закончился. Почти дотянули до меди. Здесь можно будет пустить конвейер с медью. В принципе, я думаю, там сейчас пластин дофига накрафтится. У нас проблем не будет с этим. С помощью контрол. Так оно сейчас и так привязывается уже. Я понимаю, что те постройки с контролом можно размещать. Я про контрол узнал только на середине стрима. Как вот. Интересно, здесь есть какие-то комбайны, которые растения собирают? Что руками вот это все собирать? Такое дело. Скоро придется, наверное, опять этой био-жижи биомассы накрафтить. Так, что у нас тут? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О-кай. Даже так? Ничего не понятно, конечно. Я не знаю, что тут это исследовалось. Так, давайте-ка вот этот слаг исследуем. Он тут просто валялся у меня в ящике. Так. А вот из этого всего нужно сейчас будет сделать топливо. Вручную. Да не, вроде не падает. А, уголь потом будет. Космический лифт? Ну, ладно, что и... Потом построим, так видно будет. Так, это давайте скинем. Это я сейчас в исследование закину. Эта херь мне пока не нужна. А, мэм. Я пока, Каль. Капец, блин. Что ты за дичь? Ужас. Я с трудом понимаю, зачем эти исследования идут. Ну да ладно. Вообще, я так понимаю, что это компания, и мы тут устанавливаем мануфактуру, чтобы компании под названием Фиксики компания под названием Фиксики могла сюда заехать. Да, скорость производства бетония, конечно, такая. Ну, окей. Так, биотопливо. 36. Так, а здесь 80. Давай-ка сюда. 130. Тут. Ну, если на уголь потом можно будет перейти, то это год. Уголь, наверное, да. Да, Хорвестер и Дмитрий вообще бы не помешали. Ну, я пока этого не могу исследовать. Это, видимо, с более старшими тирами будет. Ну, вроде как, уже более-менее понятно по игре стало. Я даже тупить перестал. Так что все, у кого горела жопа в начале стрима, можете возвращаться. Я вас прощаю, что вы на меня накричали. Ха-ха-ха. Да. Вообще странно. Странно бомбить по поводу того, что человек первый раз запустил и тупит. Так. Блин. Что-то тут все какое-то зеленое, да? Заметили? Поменялась картинка. Сейчас нужно каким-то образом невероятным по-человечески вниз спуститься. И поставить здесь добычу. Так. Как только это сделать получше? Черт его знает. Миллионную рампу ставить? Все равно странно, что это вся фигня в воздухе висит. Хотя можно было бы... Так, по высоте здесь, наверное, мне... Так, давайте-ка я проверю. Надо вот эту хрень сюда просто поставить. Блин, а что на... А, вот. Пускай как-то так будет. Бамс. Сама полетела. Конвейер нужно вывести наверх, а здесь... А тут неважно, где выход будет. Так что можно туда вон вбок немножко уехать. Волосы. Стены я пока делась сра, не могу. А через рампу я сейчас вниз спущусь. Вот туда вот. Фиаски, надеюсь, не будет. С тем, что тут все упадет. Так. И здесь какую-то рампу можно вниз замутить. Крэйзи строительство здесь вообще. Да. Бетония мне не хватит, чтобы наверх выбраться. Сейчас мы это поправим. Там, наверное, накрафтилось уже. Без троянского угла. Так вот. Троянский угол здесь как раз. Бетон М400. Вот тут какая-то... Ну, это зеленая жижа вот эта. Что, троянский угол. Хороший троянский угол. Я надеюсь, она не рухнет. Тут, наверное, это не учитывается. Она просто в воздухе висит. Лицом вниз. Ага, и закопаться туда, да? Ну, наркомания, наркомания. Ну, что делать? Мне на конвейер протянуть туда с медной рудой. Я базу где-то на отшибе просто поставил. Ну, кто знал? Так. Так, алё. Как туда забраться? Наркомания, наркомания. Ну, блин, что поделать? Бензопилу нужно деревья спилить. И вот эти камни бы как-нибудь раздробить. Я их сейчас, к сожалению, никак не могу тут выбить. Бетон, да, космический, действительно. Кстати, кто у нас там просил? То, что это разобрать можно. Интересно, если вот эту подпилить. Блоки рухнут или нет? Не, потому что держатся за эту фигню. Так, спасибо, бетон. Сэкономили. Давайте проверим. О, обусть, багаюсь. Блин. Щётка. Багаюс, 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 багаюс. Замечательно. Слушайте, а можно сделать, чтобы она по диагонали была? Не такая вот дурацкая. То есть, кверх ногами у неё не перевернуть, да? Блин, алё, ну игра, дай мне перевернуть блок. Э, экономия. Ну да, наверное. Не знаю, я с обнафтиком не играл. Но принципы жадности, они ведь не только там, они в разных, блин. Тут не сразу почему-то shift, inter переключается. Ну, кстати, справа, в правом верхнем углу сейчас показываются ресурсы, которые на апгрейд нужны. Там мне нужны проволоки медные. Я сейчас спущусь и начну протягивать конвейер. Там сейчас железная пластина у меня всё равно крафтится. Давай-ка ты тоже сюда, в карман пойдёшь. Ну, зато ходить можно стало теперь. Так, тут надо построить рамку нормальную. Мне не нравится то, что тут спуск дурацкий. Нет. Лучше, наверное, вот эту. А, она сюда не ставится, да? Я так понимаю, она вообще в воздухе будет висеть, если я её единожды поставлю туда. Надо проверить будет потом. О, чудесно. Зря с обнафтиком пропустил. Ну, да ладно, чё, не страшно. Бензопила, я не знаю, я ещё не исследовал. Я сейчас медь подведу, и можно будет всё это исследовать. Что, я пока сам не знаю. Так, мне чё-то вот этот угол не нравится, троянский, значит, что... Тут можно было по челоське ходить по диагонали. Во. Так, ну чё, давайте прыжок веры лицом вниз. Тут ещё. Блин, как это... На панель нельзя сюда добавить? Я так и не понял, как на эту панель добавлять. Ну, а потом разобраться будет лет через 20, когда игру все пройдут. Так. Это сюда. И здесь, наверное... Блин, эта дура меня летающая напугала. От таких внезапных нежданчиков аж ладошки потеют. Замечательно. Всё висит в воздухе. Так, генератор. Генератор поставить уже можно. А чё, под этой штукой нельзя его воткнуть? Так, давайте сюда. И палку. Блин, у меня топлива-то нету с собой. Можно его, наверное, листьями запитать. Слушайте, кто специалист в игре? Вот это за жижи зелёная. Зачем она нужна? Её можно нюхать или зачем она вообще? Музыка? Музыка? Нет, меня вообще не раздражает. А плиты занимают столько же. Столько же требуют. Привет, гоблин. Наводи курсор на нужное и тыкай нужную циферку. Окей, сейчас попробуем. Так, ну вот, например, вот эта вот фигня. А, даже так? Блин, ни в жизнь бы не догадался. У тебя с другой стороны, наверное, хорошо, когда тупой. С тебя и спроса меньше. Так, тут это надо хрень сейчас будет изгибнуть. Каким-то образом невероятно. И направим её... Например. Так, что-то не коннектишься. Наверное, будет очень острый угол, да? Я пока ещё не до конца понял, как эти... Ну, у нас... А, нет, норм. У-у-у, сейчас вниз, да? Слушайте, не, не свалился. Так. Выше не поставить. Печаль, беда. Наверное, нельзя, да? Ставить у нас одну на другую опору. Сейчас попробую сверху туда воткнуть. Может, можно будет конвейер протянуть. Или придётся снизу платформу ставить. Например, куда-то сюда её тюкнуть. Я чё-то не всегда понимаю, почему она... Вот тут... Почему привязка здесь есть? А в других местах этой привязки почему-то нет. Ну, то есть, на земле я могу свободно её крутить вообще как угодно. А тут почему-то, к сожалению, не получается. Так. Сдыньчик. Так, давай сюда. Чудесная игра тянуть конвейера. Тут троянский угол. Здесь свалиться можно. Я понимаю, что на контролл она выравнивается. Там смысла выравнивать не было. Зелёная жижа там лежит. Ну, окей, да. Это яд. Окей, хорошо. А, сама... Ладно, я понял. Да, сейчас сделаю. Чтоб тут не тупить. Потому что это, в принципе, логично. Что оно вот так вот. То есть, он встанет. Нет, что-то он тут... Он что, через это, что ли, насквозь пойдёт? Нет, он так не поставится. Так бы и сказала игра. Ни фига не ставится. Что-то я понять не могу, на каком расстоянии его можно поставить, на каком нет. Дзю. О, норм. Можно, в принципе, чтобы быстрее бегать туда, протянуть обратную сторону конвейера, по нему быстрее двигаться. Игра играется замечательно, Динго. Ред Панда, я... Зачем я подпорки ставлю? Ну, потому что изначально конвейер не ставился. Это было неочевидно. Поэтому я ставлю подпорки. Сейчас я их уже не ставлю. Вы меня не спрашивайте, зачем я это делаю. Если вы знаете, как сделать лучше, просто пишите, я переделаю. Да, в этих длинных конвейерах, наверное, всё-таки есть один минус. То, что... Весь конвейер сразу разберётся, если длинный поставишь. Так, кончились железки. Так, медь сейчас у меня поедет сюда. Блин, давай закидывать. Ну, сейчас, по крайней мере, всё понятно стало. Можно заниматься спамом ресурсов. То, что мы так любим. Так, бетоний. Я не знаю, вообще мне пригодится или нет в ближайшее время. Всё, приехали. Руда плывёт. Можно, в принципе, электросети в одну сеть объединить. Так, разумное решение, чтобы туда не закидывать по 100-500 триллионов биотоплива у этого дурацкого. Так, и вот эта хрень, наверное, у меня уже исследовалась. Так, туалетное исследование готово. Да, это факторка на максималку. Новый мод. Супер-дупер. Всё понятно. То есть, сейчас я из этой бодяги могу делать супер-какое-то топливо? Шепард прилетит. Алексей, да, наверное. На бетоне. Окей, хорошо. Так, мам, расскажи-ка мне. Так, что здесь надо? 10 трупов. Ягода одна. Этих 10. Одну я закинул. Сейчас надо ещё 9 хрень этой закинуть туда. Да, блин. Ужас. Мышку надо держать, чтобы стаки разделить. Не совсем и не всегда. Это удобно, конечно. Руда очень быстро закончилась, потому что там топливо кончилось. Надо, наверное, через буфер было делать. Поставить буфер, чтобы туда руда складировалась. Топливо. Так, здесь топливо у нас кончилось. Не, мне определённо нужен нормальный генератор топливный. Потому что я заморачиваться вот с этим совсем постоянно, ну, такое дело. Биомасса, био-жижи. Ходить траву рубить? Ну, не знаю. Чудесное, конечно, занятие рубить траву. Ну, блин, что-то мне совершенно не охота этого делать. У тебя сюда, здесь. Сколько-то есть. Остальное я сейчас на медь туда отнесу. Всё равно нужно её запитать. И можно заняться чудесным занятием. Собирать лес. Так, третий тир, до него ещё дойти нужно. Первые пять часов. Первые пять часов ты разбираешься, куда чего нажимать. Я-то всё, вот, показал на стриме. Некоторые даже бомбили по этому поводу. Но я на них не обижаюсь. Бомбить вообще полезно иногда. Ты когда видишь, что кто-то тупит на стриме, ты сразу себя таким умным считаешь. И тебя знаешь, что ты так сразу... О, нифига, какой крутой. Настроение растёт. Вижу. Да я поэтому даже полезную работу какую-то выполняю. Некоторые стримеры, открою вам секрет, специально из себя дураков строят, чтобы зритель постоянно ему что-то подсказывал. Это называется вовлечение аудитории в контент. Вот я на новых играх это непроизвольно делаю, потому что... Ну, потому что тупо не врубаюсь, что вообще здесь происходит. Поэтому люди пишут, вот, что-то как дебил, дизлайк поставлю и уйду вообще отсюда. Ну, что поделать, бывает. И вот кто после этого идиот? Ты, который первый раз игру видишь, или человек, который не понимает, что первый раз это видишь? Не знаю. Так, топливо, давай сюда. 250 кустов нарубил. Что-то маловато, наверное. Я думаю, надо поверху пройти, еще кустов там рубануть. Генератор у нас 20 вырабатывает. Это байда у нас... Не знаю сколько. Так. Если знаешь, кооп уже... Я не знаю. Мы хотели проверить кооп, но что-то как-то фиг знает. Что-то фиг знает. Это лучше спросить у специалистов в чате, кто уже поиграть успел, потому что я играю первый раз, я не тестил. По идее, наверное, должен быть кооп, потому что люди мне... Ну, люди в чате писали уже. Не только мне, а всем, что вчетвером играли. Так что кооп должен быть. Просто если на тестовой версии идти, ограничены, ну, не знаю. Может быть, кооп ограничили. Так, это мега муха летает. Не хочу, что-то к ней идти. Я знаю, как разработчики вручную создавали вот эту карту. Так, где здесь у нас утилита для рандомной генерации? Ежмяк. И полкарты сразу так выжить нарисовалась. Потом они пробежались мельком. Другой утилиты посмотрели, что вроде кривизны нет. Ну, все же понимают, что так карты вручную создаются. Специальным закрытым генератором. Да и в принципе это логично. Почему нет? О! Завод коптить начал. Это очень хорошо. Игра сразу приобрела смысл. Так, 400. Я сейчас, наверное, смогу апгрейд сделать на топливный генератор дурацкий. Уже практически. Уже вот-вот, уже чуть-чуть осталось. Так, а... биомассу надо закрафтить. Эпик, ну... Да, примерно, типа того. Технология автогазонокосилок? Ну, окей, ладно. Будем иметь в виду. Так, биомасса, биомасса. Медную руду, пока она не доехала, можно опять сюда скинуть, потому что вот это все встало. Да и она мне не нужна в таком количестве в инвентаре. А та дальняя руда, пока раеет, 100 лет пройдет. Вот сейчас, конечно, болт уже закомпрессится. В принципе, норма будет. Так, здесь осталось... Блин. Очень неудобное разделение стаков, то, что надо мышку держать. Лучше бы кликнуло, и оно из слайдера вылезало. Ну, не знаю, мне так неудобно. Не знаю, как вам. Так, вот сюда. Трибура, медь. Сейчас доделается. Даже четыре бура у меня с собой. Кстати, по поводу инструментов. Ничего нового не добавилось. Жаль. 53. 30 осталось. Мамка открывает новое исследование. Окей, хорошо. Движок я не знаю, потянет ли масштабы. Нет, движок-то потянет. Движку кофе. Вопрос в том, насколько это оптимизировано будет. Опять эти пугающие звуки. У меня у одного русский-нерусский. У меня тоже русский-нерусский. Да. Смотри. Где-то здесь было. Options. Геймплей. Вот, видишь? Я его ставлю, а он не ставится. Опа. Конфирм, а он не поставился. Они не завезли его еще. И эскейпом нельзя выйти отсюда. Это дичь какая-то вообще. Надо вот так нажимать. Ну, здравствуй, интерфейс десятки. Так что не переживай. Это уже опытным путем выяснилось, что тут вот такие проблемы имеются. Так. Сейчас я открою исследование по топливу. Надеюсь. Сюда. Так, 150 палок железных. Вот палки-то железные у меня как раз таки не делаются. Да, сейчас? К сожалению. Не успела для них завод поставить. А завод я хотел... Да, надо сразу завод тогда на палки железные поставить, чтобы тут не заморачиваться. Фиговина. Блин, как тебе? Космическая долота долбит космическое железо. Да, я сейчас подойду к матери. Так, раздолбили. Забывая иногда, ну, каюсь. Послушаем, что нам скажут умного. Ну, кай. Орехи, это фиговина. И это. 10 трупов. У меня столько нету, их надо собирать. Он тут завис, он в постройке, и не вылазит никак, гад. Так что, что толку туда скидывать? У меня только 3. Ну, на 10. Печаль, беда. Дерево. Из дерева, я так понимаю, тоже можно биожижу сделать. Так, бур. Добыча. Блин, то есть мне сейчас что, его сюда не поставить будет? Из-за того, что все так плотно? Ну, алё, игра, ну. Это не честно, я не хочу все переделывать. А-а-а, жесть. Ну, кто знал. Засрали месторождение целое. И здесь, что ли, не поставили? Ой, блин, игра. Да. Поставить можно, я опять прутья с собой не взял. Ну, я как обычно. Доступ? У кого ранее... Кто на ранний доступ записывался? Так, лифт страшный. Да, да, я понял уже. Я иногда днищенствую вот в этом плане. Могу тупить. Не обращайте внимания. Вот эти вот иконки, которые сейчас подсвечиваются, они очень... Очень не очень подсвечиваются. Их надо сделать ярче. Я, например, смотрю на постройку, а не на эти иконки. И мне это слегка непонятно. Ну, не знаю, как кому еще. Но у меня вот так. Почему-то. Я так понимаю, топливо придется постоянно вручную туда загружать. Ладно, если что, переделаем. Здесь придется... Так, сколько у нас здесь потребления? А как посмотреть потребление? Никак? 20. Мне придется вручную считать. Я, по-моему, тут 13 насчитал. Так, 5. 9. 13. 13. Так, эта балда у нас будет 18. Их можно объединить, конечно, в одну электросеть. 18. Так, нужно сделать вот таким образом. Сюда. Так, и здесь. Так. 18. Так. А тут у нас... Надо сразу подключить, наверное. Так, кабель. В реакторе две полоски, нижний и верхний, между ними. Сейчас посмотрю. Что-то я... Не особо... Тайминги потребления разные. Почему? Там же мощность написана. Причем есть тайминги потребления. Мощность? Ватт. Это джоуль за секунду. То есть, если написано 5 мегаватт, то я так понимаю, что 5 мегаватт потребляют. 5 мега джоулей в секунду. Джоули это, ну, блин. Энергия. Хотя, может быть, и фиг знает, может быть, и право. Черт его знает. Продакшн. Пасти. То есть, я так понимаю, он вырабатывает столько, сколько там потребление идет. Так? Ладно. Хрен с ним. 18. Эту сейчас подключим. Раз, два, три. А здесь? Так, четыре. Восемь. Двенадцать. Двенадцать плюс восемнадцать? Тридцать. То есть, 10 мегаватт у меня останется еще в запасе. Так. А, общая сеть пошла. Ну, капасти как раз-таки, видимо, эти 10 мегаватт ведут. Все сложно. А к железку... Макароны, настало ваше время. Так. Заводец. Можно поставить сюда. С контролом я не хочу ставить. Это как-то все, все по сетке. Так, понятно. Три плиты нет усиленных. Генератор соединен уже через столбы. Мне нужны reinforced plate. Так, потребуется здесь шурупы. Все равно придется еще крафтить. Ну, тут я сейчас начну, конечно, арматурой наделать эти дурацкие. Так. Только нужно учитывать то, что здесь можно еще одну добывалку поставить на железо. И здесь можно одну поставить. Посмотрим, еще влезет она сюда или нет. Ха, не влезает. А, арматуры не хватает. Арматуру сейчас возьму, проверим. Блин, ужас. Арматура. Не влезает вполне себе. То есть, можно... Ну, короче, за гагулиными можно выехать. То есть, вот с этого нужно сразу же поднимать вверх. Куда-то сюда. Отсюда вниз. И сразу изгибнуть и здесь массив поставить. Да, плакала моя оптимизация в Факторио, когда все красиво было и по массивам. Тут, конечно, первая попытка и такая жесть вообще творится. Непонятно. Ужас. Очень-очень неудобно ставить. Контрол почему-то не помогает. Выравнивает. Ну, полоса показывается, конечно. Ну, так. Сюда. Здесь у нас будут делаться... Так, нет. А зачем я это сюда поставил? Тут на переплавку сначала поставить. Все круто, но переделывай. Так, смолтор. Так, значит, 10 мегаватт у меня есть. Смолтор поставили. Он у нас... Так, нет, не то. Он у нас плавит железный. Сейчас надо его подключить, только будет сеть. У меня, наверное, еще куча есть руды с собой, которая вывалилась. Так, ок. И со столба... Это опора, а не столбы. И со столба... Блин, дичь. Запутаться можно. 10 плюс переплавка у нас требует еще 4. 34 мегаватта будет. Неудобно, нету конкретно по цифрам статистики. Так, 34. И здесь инготы. Так, конструктор. А, блин, кэш. Льготы будут в арматуру. Потребление у нас 38 стало, да? 38. Ну, почти стало. На, жесть какая-то. Как закончишь первую базу, блюпринт выложил. В факторке чертежи выложу, да, попозже. Так. Я не хочу все на основу ставить. Это основу надо делать. Зачем? Пускай все на земле стоит. У нас же более отчаянные. 3D макароны? Да, типа того. Завод на завод я сомневаюсь, что можно будет поставить. Они, скорее всего, тут на одном этаже стоят. Но я думаю, наверное, выше можно поставить какой-то следующий уровень. И на следующем уровне они будут стоять. Да, макаронное строение, конечно, жил. Сейчас придется, наверное, за топливом идти. Так, вот эти буры я пока скину. Чтоб не таскать с собой. Биомассу. Ну, биомассу сейчас надо зарядить, наверное, все-таки. Хотя фиг знает, насколько сейчас тут быстро... Ну да, потребление что-то вообще капец выросло. Слушайте, а можно автоматически сюда? Топлива закидывать. Что-то я так и не понял. Наверное, сверху где-то нет? Хотя, вроде, никаких портов я не вижу. Ну, насчет сборщиков... Не знаю. Владимир только так выглядит, мне кажется. Залезть на них можно, конечно. Страшно трубы трясутся. Симулятор газонокосильщика, это игра. Поставил и ходишь, собираешь топливо. Это стекло странное, да? Не находите? Так, мамка тут что, закончила? Нет? Нечего заканчивать. Нет материалов. Что я хотел сделать? Мне нужно улучшить. Улучшить, чтобы был генератор нормальный. Для нормального генератора мне нужны палки и 150 железных пластин. Железные пластины, например, я ему сейчас дам. Как? Палки придется ждать. У вас что тут все встало? Пластины мне на конвейеры пригодятся. В общем, я так понимаю, что вот эти вот патчи ресурсовые, они бесконечны. Раз они бесконечны, но... Значит, нужно будет это как-то учитывать. Так, а здесь что? Все остановилось. Здесь внезапно сейчас потребуется сплиттер, потому что все это вставать будет. Склады. Так, кнопка H английская. Что-то такое. Встаньте. Электроэнергия кончилась, что ли? Почему? Типа, линия перегрузилась? По частоте? Так. Данил, у меня ключ был. А, блин. Я не знаю, как-то включить. Сейчас все отрубим. Что-то не врубается. Такое бывает, что ли? Что скачок электроэнергии? Пробки выбило. Тащите свечи. А, вот оно. Даже такое бывает? Так, мне нужно... Что, опять пробки выбило? Ну... Алло, игра. Да, блин, что за хрень-то? Я на это не подписывался. Тут еще симулятор электрика, оказывается. Сейчас я поставлю электростанцию, надеюсь, получше будет. Надо подождать, пока те докрафтятся штуки. Да... Слушайте, почему пробки вышибают? Потребление выше производства? Так, я же посчитал, вроде как... То есть, вот эти два добавили... Ясно. Блин. А, так она сразу на обеих двух врубает. Так, это еще 20 мегаватт даст? Хрень. Куда я такую поставить? Не знаю. А какая разница? Блин, сейчас придется опять ходить эту био-жижу собирать. Блин, почему на полстак разделить нельзя? Блин, почему на полстак разделить нельзя? Оперативно у меня пробки выбило. Опять? Ну нормально же общались. Алло, игра. Я так понимаю, тут генератор тоже выбило. Ну окей. Чего у тебя вырубает-то, ну? Почему не работает? Опять работает. Опять не работает. Опять не работает. Понятно. Я тут как обычно. Не обращайте внимания. Да, вот потолок. Я не знаю, кто там предлагал кисеть и объединять. Ну нафиг. Так, здесь. Ну тут большой запас, потому что, наверное, не подключено, да, у нас что-то? Хотя нет, вроде все остальное сейчас должно нормально работать. Разобрались. Я понимаю, что я его выключил. Это ведь не сразу все приходит. Надо, наверное, траву пособирать. Блин, какие-то мухи летают. Что-то у меня очкова к ним идти. О, цветы можно будет в мамку, наверное, засунуть сейчас. Так, тут орехи мне тоже пригодятся. Симулятор газонокосельщика. Все. Да, многером тут быстрее, конечно, развитие будет, чем одному так тупить. Ну, особенно, когда знаешь, что делать. Че и как. Да, я понял, что здесь еще два не учтено. Вот этот и соседний. Здесь арматура делается. Арматура мне сейчас все равно нужна будет, чтобы сюда закинуть. Так, 109. Ну, почти готов апгрейд. Какой-то там биотопленный генератор будет. Я надеюсь, он мне пригодится. Хоть как-то. Толпой, да, травы соберешь гораздо больше. Бесспорно. Блин, как она долго крафтится. Я надеюсь, все же от этого топлива, которое сейчас тут появится, оно будет повыгоднее, чем вот это вот все. Вот это вот. Что иначе, ну, капец какой-то. Почему-то супер-мега-корпорация не может обеспечить вот этого челика нормальными пушками. Изначально. К металлу я никак к музыке не отношусь. С дерева. Бензопилу ее исследовать надо. Я хочу сейчас топливо сделать, чтобы мне меньше бегать за этой травой, потому что она меня бесит. За этой травой. Ну, трэш. Я не знаю, конечно, купится это или нет. Что-то какие-то пролаги пошли в игре. Непонятно. Может быть, игра наелась уже. Кстати, давайте-ка я посмотрю потребление у себя. Любопытно мне. Ресурс, процессор занят 40%. Память 11 гигов. Так, видеокарта. Ну, видеокарта на 100% занята. Может быть, видюха, конечно, здесь упарывается, потому что я рендер видюха делаю. Вот. Это, конечно, все не точно, но, наверное. Игра на порядок лучше играется, чем факторка. Да фиг знает. Инженеры подозрительные травмы собирают. Ну, что делать? Жизнь такая. Что-то такое за шар. Я не сдохну от тебя, шарик. Это сферическое объективное гравитационное радиацию. Инициальные скины выясняют инверситетную структуру, витоковая галлиум. Повтория и оригин неизвестны. Следующая анализация требует, чтобы определить аппликацию. Все понятно, что ничего не понятно. Типа сфера, которая гравитацию вызывает. Летят тут всякие. Сфера, вызывающая гравитацию, это, конечно, интересно. Что она тут делает? Слушайте, а давайте просканируем медяху. Может здесь где-то поближе медь это была дурацкая? Я просто зря туда так далеко упорывался бегать. 250 метров это та самая. 600. Да, медное месторождение, что-то очень далеко. Там, наверное, уже скрафтились палки железные. Можем попробовать исследовать. Так. Значит, надо его мамке скормить, и она, наверное, расскажет, что это такое и с чем это едят. Так. Пожалуйста, примите. Не, она нифига не хочет это принимать. А все остальное... Наверное, надо какое-то исследование провести, чтобы все остальное было доступно. Ладно, берем в ящик. В хозяйстве все пригодится. Да, кстати, насчет этих орехов. Один штук нужен. Сюда-сюда, биомасса. Трава. Вот эти цветы, они... Used for crafting. Не знаю, что такое. Краситель, что ли, какой-то? Че? Утилити. Ну, ладно, окей. Бздынч. А че, полетело что-то? А? А? Э, стой! то есть это какая-то пусковая фиговина которая запускает вот эту всю гадость когда ресурс накидают оттуда а то есть он понятно он на две минуты улетает потом возвращается забавно да это факторе 3d примерно плюха зеленая была я его не знаю сейчас посмотрим я хочу биотоплива сделать я не знаю пригодится на мне или нет вообще смогу ли его сделать по-человечески так вообще где она обзорная башня что он здорово как капец я так полагаю на нее еще надо можно нет поставить или это просто прикрыто красота осматривать видите у меня такое ощущение что я такая нищенская мануфактура здесь как знаете первый раз факторе когда играешь это каждая фигня как как слезть я не хотел падать сраная лестница почему выиграть никогда не могут по-человечески лестнице сделать какого хрена то вниз смотришь на назад нажимать чтоб персонаж летал по лестнице идиоте плана часто фиговина исследуется так генератор чудесные стены можно делать базу это уже было логистика такое продакшн и где-то хреновина зачем я это изобретал вообще здравствуйте то ли лыжи не катит она наверно здесь делается внезапно а тогда всю энергию сейчас перейти на биотоплива она здесь она и так кончилась сюда а вот здесь она уже это 6 секунд фигня горит а биотоплива 15 но таможенную руками накрасить так строить сверху ну надеюсь сейчас посмотрим фортер скрафт и волует нет не смотрел сергей батарейки блин артем ты столько контента рассказываешь она физически в башке мне не помещается это все потихонечку потихонечку так да надо сейчас дальнейшую закинуть 108 биотоплива я собираюсь все что вижу тут же надо на разведку сейчас вот сюда сейчас на посмотреть что следующее делать саундтрек да хорош снаряжение для персонажа данилу это хорошо так спать не хочешь о чем не спать так то хочу конечно но я пока не пойду как у нас раньше говорили пока ты спишь ураг качать взрослые немного тупее детей ну да конечно колес насчет видюхи все вопросы can real engine 3 у меня видюха загружена на сто процентов при том что я ищу стримлю но у меня графика на максималку стоит на 2к загрузка полная видеокарты иногда про лаги случается поезд дропается так мы чё будем изучать можно изучить вот это да блин тут опять триллионы вот этих вот фиговин нужно совершенно непонятно что-то такое и вот непонятно покажется что-то такое что подает так здесь ротор ассамблер из двух грамма это я же вроде смотрел бензопила выглядит многообещающий то сейчас бензопилы могу больше топлива получать если это исследует соответственно меньше задротства буду давать кого-то сделаем 500 у меня да блин накидывается 500 у меня вроде было это вышка меня уже сбивать столб берем здесь бы это надо все конечно на сплиттеры в единый склад загружать хотя я так понимаю что там особо не ограничено все это дело бетоне можно было бы сделать площадку нормально это на все разбирать будет вообще не хочется так арматуре на дачу-то арматура это совсем долго делается железной пластины сто 200 сейчас так получится что у меня просто продукт продуктивности не будет хватать но я не хочу сейчас увеличивать переработку потому что если я наставлю я устану бегать топлива все рубить а так сейчас бензопила исследуется я так понимаю с дерева больше биотоплива будет что еще такое мишени какие-то от я получается сзади за станок заходил как еще должно быть на меди ток кончился посмотрим топливные элементы наверное блин что с музыкой на сегодня давайте потише сделаю общую громкость такс не вручную я понимаю что можно наделать долго хотя какая мне разница чем не тут экономить вручную делать нужны инготы ну слитки а слитков у меня нет нет если они там есть чуть-чуть я сейчас конечно попробую сделать так здесь мирно мама уже исследовала все понятно орехи можно сканировать да здесь нет не здесь когда немножко не понимаю ладно хрен с ним насчет нгод здесь вроде были слитки эти не здесь тоже нифига нет блин ингот можно конечно из руды накрафт но здесь они правда тоже тупят блин кыш а так наверное можно сделать быстрее просто будет насчет игры прожорливости скорее всего да а сканер ты имеешь ввиду тот который константину в науках изучался окей хорошо я понял но у меня щас производства просто ну продуктивности не хватит она все медленно лишь делается не успею давай загружайся сейчас мне дадут бензопилу чего так инструмент ничего себе на тебя тут надо 10 reinforce плиты 5 шурупа придется делать но шурупы нужна арматура арматура у нас здесь потом можно в принципе мерч сделать ну то есть в один склад куда-то все складывать наверное хотя честно говоря не особо бы хотелось с другой стороны можно шурупы автоматизировать так 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 готова дальше что там нужно 160 шурупов и 15 кабелей кабель это не проблема дофига рыба в ракету не положил ну да электростанции сейчас я посмотрю насчет электростанции и плиты сейчас посмотрим тоже на сера шурупов накрафтить ладно хватит блин ни одно так другое арматура кончилась так дайте мне бензопилу где зомби пойдем воевать так бензопила она чего расходы это биотоплива так биотоплива по поводу электростанции 20 мегаватт 15 секунд так это тоже 20 мегаватт 20 мегаватт одинаково они вырабатывают 20 мегаватт 15 секунд вот эта хрень вырабатывает одна хрень в начале тоже самое 20 мегаватт вырабатывает точно также 15 секунд единственная разница топлива закидывать туда наверняка можно автоматически музыки закидывать как-то сделать по крайней мере я разницу не увидел игру уже разрешено стримить уже разрешили внезапно так чудо делалось алекс я тебя не понимаю причем здесь факторе не факторе электростанции вырабатывать не больше я только что посмотрел ты может быть другим тиром путаешь так моба баба я не знаю буду будут либо по ангел на эту игру моду делать без понятия вот чего места не хватает Есть же вроде места. Или я что-то туплю опять. Игра от разработчиков козла. Симулятора. Открытие дерево. Но это с одного другого растения. Над слаймстоун. 150 листьев. А, то есть тут и листья идут, и еще какая-то хрень. Земля. Ягоды. Ягоды сейчас, кстати, можно на исследование будет направить. Я хочу вон то здоровое дерево выпилить. Любопытно просто. Интересно, можно сейчас противников будет распиливать вензопилой? Я не знаю, будет ли здесь моддинг. Ну, если тут не будет моддинга, и одна будет одноразовая, то это будет фиаско. Так. Большая черепаха. Иди-ка сюда. Так. Мега-дерево. Где-то тут что-то блестело еще, я видел. Спасибо. Пока что это симулятор газонокосильщик. Ну, еще у этого чувака, который пилит деревья. Вот он, это дура ходит. Спасибо. Дерево. Так, где-то второе тут было. Или это было одно? Я туклю просто. Ну, с бензопилой гораздо резвее все прошло. Так что, первая технология. Ну, я не знаю, можно, конечно, быстро как-то в уголь выйти. Но что-то я угля в технологиях не делаю. Я сейчас посмотрю, конечно. На выживалку. Так тут челленджа нет с выживания. Серия СМ. Да, есть такое. Немножко. Поддержка модов. Ну, наверное. Насчет, ну, да, блин. Биотопливо. Сказали же, что здесь уголь есть. Блин. Так, как эту пилу убрать? Сказали, что здесь есть уголь, но просто до него нужно развиваться. О, биомасса из дерева. И из листьев. В принципе, можно даже уже автоматическую станцию делать. То есть, поставить переработку... Короче, надо ставить склад. Туда закидывать листья. Сплиттером делить напополам. Листья в одну сторону. Дерево в другую. И это перерабатывать в биотопливо. Биотопливо уже раскидывать по базе. Я так понимаю, дронов в этой игре нифига нет. Не, ну это не серьезно. Тут биотопливо крафтить. Долго очень. Ну, сейчас я сделаю все, что есть. Потом нужно будет автоматизировать это. А, уголь после постройки лифта. Окей. Где зомби? Чтобы всю базу, да, разломали? Ты заново тупил. Ну, я могу сказать так. Позалипать в игру однозначно можно. Вот. Насколько она будет играбельна на... Менее, как бы, упакованных машинах я не знаю. Сказать ничего не могу. Конфигурацию мою, я думаю, вы знаете. У меня видеокарта сейчас на максимум задействована. Процессор примерно 45-50%. Стоит 2К разрешение. Максимальные настройки графики. При этом стрим идет. То есть, вот такое вот оно получается. 200. 200 пила. Сюда. Сиди, дурак, на месте. 200. Так, что-то я хотел тут мамки скормить. Одна ягода. И тут еще вот эта хрень. Грин Паерс Лак. Наверное, потом она мне пригодится, опять же. На каком-то из следующих тиров. Большинство пиратов, наверное, уже знает, что здесь да как будет. Я-то не знаю, не играл. К сожалению. Так, деревяшка одна мне не нужна. Бетоний. Так, арматура. Железки сюда. И навитачи, что-то мелкий, да? Не находите? Кнококрафт огрелась. Ну, да. Звуки есть. Ну, не слышно, что ли, что они чпакуют? Так. Хорошо. Сейчас я закину туда биотопливо. Тут все кончилось. Сюда. Сюда. И в третью. Потому что электростанция и то, что здесь вырабатывается одинаково. Вопрос в том, можно ли автоматически сюда подать. Что-то, походу, нельзя автоматически подавать. Но это будет крайне печально, если так. 52 еще у меня останется, на всякий случай. Так, 52 останется. А вы что, встали? Да, сейчас здесь нужно склады сделать. Что-то тут накопилось все. Склады, склады. Значит, склад. Блин, где у нас тут есть склад, сторож, контейнер? Давайте-ка с вышки попробуем. Руки в воздухе висят. Ноги в воздухе висят. Как персонаж поднимается? Капец. Нифига у него фонарь. Так. Рюкзак. Вторая часть через пару дней выйдет по факторию. Действительно можно. На второй этаж залезать, наверное, неудобно будет. Хотя, не, наверное, нормально. Так, кто там про лестницу говорил? Когда-то кончится, а? С санной лестницы. Серьезно? Что на второй? А, блин! Подожди. Что он там написал? То есть это для одного ресурса двойной склад будет? Что-то значит, вот, флор из. Блин, я выходом их вперед поставил. Я великолепный строитель-инженер. Тут тоже выход, что ли? Ужас. Бывает. Иногда. Все, сейчас должен быть норм. Из таких мега ящиков можно какой-то хаб нормальный делать. Так, флорка поехал. Сюда. Вообще, можно было бы массивы переделать. Все круто. Эта игра, походу, тоже про переделывание. Да, Василий, в фабрике головного мозга. И здравствуй, да. Не, если ты сейчас купишь, Сайнд Грэм, у тебя доступа не будет. Тут доступ дали тем на три дня, у кого, ну, кто в бетку был записан. Владимир, да, ноги в воздухе. Все в воздухе. Полтора гига оператива. У меня 11 гигов оператива сейчас съедено. Я не знаю, как там у тебя, у друга она съела столько. Сейчас вот я еще раз посмотрю. Точнее, даже 12. 12 гигов сейчас съедено. Процессор на 40%. Видеокарта полностью. Так, это копится. Здесь копится. Надо, наверное, перенести куда-то сюда производство. То есть то, что там железные пластины делаются, это все круто, но... Мне это не особо нравится. То есть оттуда их сюда переставить, поставить переплавку, протянуть конвейер. Мне же это никто не мешает сделать. Давайте, наверное, так и поступим. Смолтер. Или дичка какая. Так, переплавщик. Здесь я буду пластины делать. Так, им год. Все, хочешь на кнопку Q нажать и взять копию вот этой фигни. Но нет, приходится вот сюда вот заходить. Так, мне нужно три твердых пластины. Там еще шурупы нужно будет делать каким-то образом. Так, ну, в смысле автоматизировать шурупы. Шесть, ставим. Там, конечно, материал останется сейчас слева, если разобрать. Вот это вот все. И здесь можно вот этот конвейер тоже разобрать. Он тут сейчас не нужен. Так, сюда. Это пускай доработает свое. Я потом снесу и переставлю производство все вот в эту сторону. Чтобы оно все в одном месте было. Дым дрыгает. Ну, это глюки по графике. Четыре гига жрет, бывает. Насчет карты нет, карта ограничена. Есть не жуки, здесь есть фауна. Так. Впечатление? Да, хорошее впечатление. Пока что все хорошо. Пока что игра залипательная. Единственный минус, тут челлендж как такового нет. Я пока что не понимаю, какой в игре челлендж может быть. Раз этого челленджа нет, то игра может очень быстро надоесть. Ну, устанешь просто одно и то же делать. Рутина. В факторке хоть какой-то челлендж имеется. Тут его нет. Так. Констрактор. Давай-ка тебе сюда. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. Надо все-таки, наверное, еще одну электростанцию поставить. Что-то я не очень-то утрат вот этому всему. Все круто, но переделывать. Так, и электростанция. Сжигатель биомасс. Давай сюда. Топливо у меня, конечно, нифига тут нет. Включайся. Я так понимаю, рубильник полностью всю сеть заводит у нас, да? 51. Биотопливо опять привез. Скоро нарубить, сходить. Так, заводим вот этого братана. PowerPulse придется еще как-то тут менеджерить. Не знаю. Так, здесь у нас что делается? Здесь у нас просто слитки, которые поедут вот сюда, наверх. И все, сейчас осталось подключить конвейером это все хозяйство. Ресебью. Не знаю, я походу так понял, что бесконечное месторождение. Насчет двойного сборщика, да, я в курсе. Это я в курсе, да. Про Control я тоже в курсе. Так, на медяхе кончилось топливо. Придется туда сбегать. И немножко закинуть. Но сначала нужно вот эту вот байду подключить. Я ее, наверное, для начала разберу. И переставлю заново. Игра про то, что все круто, но переделывать. Так, майнер АК-1. Сюда. Так, здесь еще один добытчик пойдет. Поэтому конвейер нужно пускать как раз таки где-то тут. Блин, здесь столб мешает. Не столб опора. Можно, интересно, выше столбатку протянуть. Так, не в ту сторону. Слишком высоко. Я все понял, да. Спасибо, игра, что ты мне об этом говоришь. Да серьезно? Сейчас-то тебе что мешает? Блин, вообще неохота этот столб переделывать. Капец просто. Все, сейчас должно быть норм. Так. Блин, она все равно задевает. Блин, вот так поналепишь всякого? Разбирайся потом. В чем проблема? Блин, игра, ты серьезно? Ммм, жесть. Майнер ближе. Так нет, его можно... Не, ближе его не поставить. Он ставится так, как есть. Тут надо просто это как-то обойти. Как это обойти, хрен его знает. Тут, видишь, ни сетки, ничего нет. Не особо понятно. Сейчас я тут как-нибудь извернусь на второй этаж. Тут вообще можно какие-то стены, конечно, было бы поставить. Просто здесь еще один хочу... Еще одну добывалку можно было бы поставить. И туда запитать ее. Вот, а здесь... Тут изначально все через задницу сделано у меня. Че скрывать-то? Короче, нафиг все эти... Все тут гадость. Потянем как есть. Так. Неудобно, правда, будет заправлять. Хотя неудобно штаны через голову обивать, конечно. Игра про то, чтобы плутать с конвейерами. Давай-давай-давай, конверт, ты сможешь. Соберись. Не хочет. Блин. Колхоз на максималках называется. Нахрен. Все. Все понятно с тобой, конвейер. Так, уведу-ка я его сюда вбок. Так, на сам конвейер, думаешь, накинуть? Нет, ну... Так можно, что ли, было? Ха-ха-ха. Че это за фигня? Короче, нафиг я сейчас тут сбоку поведу, да и все, достал. Тут можно тупить просто неделю. И так сойдет. Тут конвейеры будут перепутываться. Все, пускай туда едет. Тут, наверное, надо опору поставить под билд. Как-то так. Эмитаж повыше. Блин, спагетти из конвейеров в 3D. То, что мы так долго ждали. Это вам не хухр-мухр. Конвейер, давай, соберись. Ты сможешь это, ну... Столб мешает. О, это была великая победа. Осталось руду туда подвезти. Три этажа без опор. Так, конвейер, на конвейер не ставится. Там, чтобы он ставился, надо, я так понимаю, стенку ставить. Ну, стенка, в которой... Так, придется... Слушай, а ты у нас... А, этого можно разобрать уже. Вы слабое звено. Это тоже можно разобрать. Все, этот склад разберу. И пластины потом отсюда нужно нести будет. Все равно они на конвейеры тратятся. Так, что ты не работаешь? А, вот, поехал. Как жаль, что ты наконец-то начал работать. Блин, ужас какой. Логистический ад на максималках. Это так теперь называется. Так, у меня нет биотоплива для того, чтобы бензопилой деревьев спилить. Во. разбирать постройки кнопку f нажимаешь левая кнопка мыши разбирать постройки памятник по коронному богу да надо мигают желтым да вроде мигает это когда я на них навожу с этим курсором они начинают мигать сейчас нужно поставить завод который будет биотоплива дурацкое делать хотя чтобы поставить опять же нужна сортировка нормально так у меня сортировки нет это крайне печально что надо на медь закинуть биотоплива а там достаточно долго будет расходоваться так что пофиг да насчет челленджа не знаю о как-то так ключ прислали добро пожаловать в клуб это так можно сказать сейчас накрафчу топлива тогда и можно будет на метео повесить пиво пыш кусок освоен минимальный он даже не то что освоен я тут на небольшом пятачке просто разместился ну смотри у нас видимая дальность сколько в игре не знаю километра три наверное два не могу сказать а мир у нас пять с половиной на пять с половиной километров примерно квадрат там не бетон там этот камень короче своим своим стоун получился я не знаю почему он получается вопрос к разработчикам почему так сделали блин биотоплива конечно рука устанет ждать без сплиттеров его тут делать нафиг на сразу разделить или делать единственное что я не знаю настраиваться ли эти разделители дурацки так я не знаю будет он продуктивить дисплей так здесь у нас маяк сканер вот это наверное этаж не сдает тут потому что стенки можно с конвейерными портами делать вот так и здесь это у меня исследовано уже кружковой площадке так этой лестнице колорган это я так понимаю красить кто бы сомневался на что-то красить нет два часа длится запись youtube делает стрим идет с 8 часов youtube делает запись только последний двух они фильтруют разделители блин но это плохо я знаю что там ничего не идет туда нужно отнести биотоплива когда она там пойдет блин железный рудак кыш дерево тоже давай пока лаймстон год мне не нужны пока что так это оставим это оставим сейчас я туда закину топлива сбегу она пойдет то просто бежать далеко все туда бы конечно обратную сторону конвейер проложить и сюда проложить можно будет в два раза быстрее бегать ну или в три не знаю во сколько разделители настраиваются но вот я сейчас исследуя посмотрим топлива только закину сейчас игра доступна исследуем только до 3 тира тут все равно не получится взять и какой-то нам сто пятьсот и тир сразу открыть и игра просто не даст что ранний доступ и все же не понимаю почему почему не сделано такое что можно загружать топлива как-то странно вообще ну смысле автоматически персонаж как-то странно себя ведет около конвейера если прыгать да не не хочу кабель-то прокидывать там же из-за этот генератор там этот биотопливо кончится наверно позже ну блин игра быстрее закончится альфа чем там биотопливо чисто кончится и так полагаю конвейер к измельчителю давайте посмотрим если это можно сделать это круто чё-то ничего не подводится хорошо сделан по-другому сюда я не знаю про какой там измельчитель говорили но она никуда не коннектится ну или я тупой как дрова не коннект так ну не подцепляется вот попробовал не цепляется нифига не знаю почему так сделан так автопроизводство 40 топлива конечно маловато 25 не знаю чем отрубился нормально же общались электростанции 25 175 блин все раз закидывать вручную такое хотела начать сдавать попробуем чё-нибудь исследовать это 160 а медленно же эти палки делаются так есть сплиттеры продуктивный дисплей персональные ящики сканер какой-то а ну вот этот сканер так понимаю следую можно будет устанавливать всякие там эти исследования в мамке штуки ставить маяк туда я так понимаю что то можно будет апгрейдить фабрику свою так еще раз тут ротор это на 2 так здесь рыбалка мне что-то как-то мало технологии то доступ да пока что на пару дней так как подожди вот и про что подводится конвейер куда генератор этот я не знаю я подводил она не подводится так давайте вон сплиттер исследуем я хоть проверим можно их настраивать или нет а то так никогда не узнаю полетели да окей я не знаю что то за продуктивить и дисплей и где он появится не совсем понятно вроде ничего нет лифт до лифт доступен еще пятьсот четыреста не его можно построить так тут почему нет только на палке будет железный подождать его куда-то надо я не знаю я черт знает что-то за лифт почему такой здоровый 400 палок нужно накопить бетоне у меня есть в принципе давайте попробуем лифт поставить так еще раз да блин чё-то 1200 палки придется долго ждать не я конечно их ладно бетоне можно позже взять бетоне у меня есть железные пластины у меня тоже в наличии их можно оттуда вообще все забрать никита эта игра типа факторио туда сверху ну вот давай там поставлю окей я просто фиг знаю зачем им нужен сейчас все равно нужно скрафтить будет вот эти вот стержни дурацкие я их частично в руках сделаю потому что я устану ждать просто все остальное вроде как есть денег не делается хотя блин у меня у них слитков не хватит слитки можно конечно вот эту тормознуть штуку здесь слитки накопится тогда я смогу чуть-чуть покрафтить ну так игра с эти факторы называть 138 из 400 блин ну тут реально долго ждать придется так а сверху если ставить и и риф на обед да я скоро спать так то пойду завтра много монтажных дел игра все равно пока в раннем доступе в каком-то чем смысл и тут три дня стриме показывать можешь потом сниму какое такое прохождение не монтажным вдруг кому-то интересному посмотреть в стиме нет она в отдельной дистрибьюции гайды в процессе все я все делаю потихонечку не могу за раз взять и и просто на раз взять все и сделать это долго долго и муторно и нудно лучше делать это по чуть-чуть потихонечку не камень нельзя пилить так здравствуйте как мне отсюда сейчас вылезать по кирпичам здесь можно короче игра симулятор агронома хоть и собирайте листья сейчас на поставить завод который будет биотоплива хотя не буду пока ставить или поставить мне чуть терять собственным пила ну вот что-то дать что-то типа того если что-то топлива расходует не ну без пилы ты не можешь деревья рубить вижу без пилы ты собираешь траву из нее делаешь биотоплива а так ты как белый человек сможешь все по-человечески это вот куда здесь конвейер подцеплять кто там не говорил в какое место наверх вот сюда у меня почему-то конвейер не цепляется вот вы хоть убейте но я его подцепить не могу я ставлю опору беру belt и он не цепляется спрашивается кто идет так что я ребят не знаю как выцеплять так мне нужен вообще мне нужен склад что меня достало это с собой таскать все какой-нибудь так и на склад нужно скинуть дерево листья камень какой-нибудь да блин нафиг все идет 109 на биотоплива уже более-менее медленно расходуется по сравнению с тем что было раньше до этого так можно воровать 205 из 400 все остальное у меня есть по сути осталось только палки накрафтить и можно будет этот космический лифт построить 2 до 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 дни ла я понимаю что в логистике можно там что-то расширить я хочу лифт этот дурацкий построить Ну вот если я сейчас буду это все расширять, оно мне ресурсы поест. Особенно вот эти палки железные. Эти палки железные, я тут не знаю, они в каких-то конских количествах требуются, и там нужно двойное производство под них ставить. Изначально просто непонятно, какие рейты нужны тут. И все такое. Сейчас-то я понял, что игра меня обманывает. И нужно два завода под эти палки. Но мне их ставить лень. Я сейчас хочу просто построить этот лифт и посмотреть, что он мне даст. Ну фабрику, блин. Да я вручную быстрее понаделаю. Чего я переключать? Хотя разницы не будет никакой. Окей, давай переключим. Что пластин вроде как не надо пока что. Дорога здесь уже протопталась. 332. Но сверху только пластины, под которых мне толку сейчас никакого. 350. 60. 70. 372 палки. Из 400. Стрим, да, игру посмотреть. А про что оно еще может быть? Он даже так и называется внезапно. Металл палки. Ну да, наверное. Аналог зеленых микросхем. Если аналогию проводить какую-то. Кстати, что вот этих вот палок металлических, их тут, ну дофига надо. 388, так. Тут еще и вообще ничего не доехало. Только поехали. Ну и сюда палка. Не пускает меня внутрь. Все, палки готовы. Так. 11. 11, говорю, сюда пускай идет. Бетоний. 500. Железная плита у меня есть. И остались мотки. Мотня осталась. Сверху, говорите, построить? Ну давайте сверху построим. Я не знаю, конечно, надо будет туда мне что-то подключать или нет. Лифт энергия. Я протяну ее тут. Тут как бы запитать-то не проблема, я думаю. Будет. Наверное. Там три столба поставить. Он запитается. Не знаю. Я сам тут впервые. Без понятия. Блин, капец. Может ниже его поставить. В общем, больно здоровый какой-то. Не, здесь он что-то не хочет ставиться вообще. Блин, ну ладно, окей, пойдемте наверх. Что делать? Шестеренки из задницы полетели. Капец. Ну палки можно... Блин, это все можно понатыкать. Вот здесь поставить, вот здесь. Мне просто любопытно посмотреть что-то такое. Что-то за дичь. На 50 роторов. Блин, игра. Что ты делаешь? Уйдь. Уйдь. Она у нас приближается. Жесть какая. Ага. То есть сюда... Сюда ресурсы подводятся. Так. И можно автоматически, я так понимаю, запускать. Ну, его же в любом случае можно в любой момент разобрать. А здесь, наверное, то же самое, только с другой стороны, да, у нас? Ну да. То есть где удобно, там и подводить ресурсы. Это так называется. Деревянные микросхемы. Да. Ну, по крайней мере, понятно теперь что-то такое. Понятно, что ничего не понятно. Что-то с этой стороны портов нет. Можно разобрать его, конечно, переставить. 50 роторов, 75 стальных пластин. Блин, пока что игра выглядит как... Ждешь ресурс, ставишь какое-то дерьмо здоровое. Его поставил, потом еще дольше ждешь ресурс. Ставишь дерьмо еще больше. Примерно так. Так. 75. Блин, что-то я в туду это не записал. То есть сейчас для начала нужно будет исследовать. Где там эта хрень была? Вот идет роторы. Это на 1000. Понятно, до утра оставил. Игру, она тебе ресурсов накопала. Построил все за раз. Капец. Наверх залезть можно будет? Да, посмотрим. Сейчас придется очень долго ждать, пока ресурсы накопаются. Ну, это просто нереально долго. Дерьмо. Ну, да. И где лестница здесь? Я тут никакой лестницы не вижу. Я не знаю, как заползать. Вы меня обманули. Как доверчиво Буратину. Да нет, здесь нет никаких лестниц. Вы о чем? Короче, надо сразу. Вот, начинайте играть. О, давайте немножко по миру пробежимся. Что-то тут залип. Я надеюсь, меня не съедят всякие гады. Посмотрим самое интересное. Какое-то адское монструйство. Она ближе вроде... Да, сблизи она не такой здоровой смотрелась. Тут что-то вообще какая-то гигантская. Я не знаю, до чего я докопался. Я... Что за феи тут летают? Эй. Какие-то феи летают. Капец. Начинайте играть. Надо сразу искать здоровую площадку. Где у вас будет стоять несколько массивов параллельно. Несколько массивов делает палки железные. Остальные тоже что-нибудь. Я просто хочу по карте пройтись. Я так понимаю, этими горами вся карта ограничена. Правильно? То есть в горы мы не попадем. Ну вот, например, вот эта вот арка. Что-то такое. Так как жрать в игре не надо, какая мне разница. Можно идти куда хочешь. Огромная фигня. Цель игры, Николай. Ну, как и в любой другой песочнице, цели нет. Я не знаю, может они как-то потом сюжетку активную тут завезут. Тут, наверное... Какие-то ресурсы будут выкопываться? За хрень. О, кабанчики. Да ну тебя нафиг. О, вот плеваки. Кто говорил, плевак нет? А ну иди сюда. Да и пошла ты. Слушайте, она меня сейчас съест. Так, надо какую-то найти хрень, которой можно хиляться. Ягодки, где вы? Чё-то эти плеваки за мной бегут. А тут с такими грибами бегущими. Они не отстают. Чё-то они съедят. Так, день. Пилу на врагах. Блин, ну это опасно. Ладно, он один был. Я бы, может, как-то поворачивался. Их тут два. Чё с ними делать? Всё, отстали. Так, тут чё? Баук-сито-пури? Алюминий, что ли? О, я нашёл орехи. Сейчас захиляюсь. Попробую их бензопилой порубить. Чё-то как-то они быстро кончились. Грибы и паук? Я не знаю, куда эти гады плюющиеся разбежались. Я так понимаю, всю эту биологию здесь придётся собирать всё равно так или иначе, чтобы какие-то доступы к технологиям открывать. Зелёный энергошлаг. Так, вкусняшка. Хе-хе, бабмониум. Да. В стиме игра, скорее всего, ещё не скоро будет. Ну, зато сейчас по этой вышке базу не потеряю свою. Хотя она на карте, конечно, отображается. Чё, где там эти плеваки? Кусак мы уже видели. Осталось плевак тут замочить. Во, вот эта гадость в меня выпустила. Не, она вообще ей нифига. Во, и сразу эти плеваки прибежали. Почему-то он назад бегать не умеет. Странно. Да не, им пофигу, на пилу. Не знаю, как этой тыкалкой их убивать. Непонятно вообще. Так, чё-то тут наркомания какая-то началась. Да, блин. Чё ты не убиваешься? Во. Капец. Хрень какая-то. Половину хп снесла мне. Так, там где-то ещё грибы были. Надо их собрать. Ну, точнее, ягоды. Фантомные глюки от грибов. Ну, может быть. Мне всё-таки интересно, вот эти ягоды, они вырастают заново или нет? Ну, а там эта дура стоит. Конечно, тут шарахаться на ночь глядя. Блин, такое сидело. Ну, видимо, специально вот этот момент в игру внесён, когда у вас... О, нифига там луна. Да, виды, конечно, классные. Когда у вас достаточно долго всё производится. Чё-то... У меня такое ощущение, что этот лифт всё выше и выше едет. Или это кажется просто так? Что он вообще какой-то мегаэпичный. До верху, до самого. Здравствуйте. Эй, ты. Чё-то не подбирается, нифига. Не, ну, виды здесь однозначно красивые. Тут спору нет. Какая-то вот такая тень. Космический лифт? Ну, да, Данил, наверное. В стиме 18. Она же не будет в стиме. Тут сейчас опять набегут нафиг. Плеваки эти дурацкие. Что, не хочу туда идти. А, вон уже. Гад бежит. Да, блин, ты достал. Так, пошёл ты нафиг. Да, блин, ты чё такой резвый-то, я не знаю. Так, где-то там, да. Война в кустах это называется. Блин, какие-то животные упоротые, а. Что он заглючил, походу, бегает кругами. Да, капец, если тут на них столько тратить. Хотя, может быть, если натренироваться. Дело лучше пойдёт. Сколько оперативки? Сейчас 12 гигов у меня съедены оперативы. Но у меня ещё с этот... Я сама игра не знаю сколько. У меня просто ещё хром запущен. Да, насчёт ускорить производство. Я просто хочу мир посмотреть. Я уже этих монструозных станков насмотрелся. А вот карту я ещё не посмотрел. Может быть, кому-то и карту интересна будет. Ну вот, игра что-то опять пролагивать начала. Дум. Дума. Да, блин. В тебя попадёшь вообще как нет? Да. Немножко натренироваться. Можно будет убивать. Привет, Александр. Ну да, стрим я буду сейчас заканчивать уже. Скоро. Вот буквально с минуты на минуту. Я просто хочу мир посмотреть. Да, личинку сейчас поднимусь куда-нибудь наверх. Или куда-нибудь. Вот сюда вот. Тут она лежит. Ну чё, какие впечатления, могу сказать, насечёт игры. Фиг знает, пока не понял. Так, туда надо как-то перепрыгнуть. Пока что не совсем понятно. То есть нужно поиграть. Я пока цели финальные не вижу. Пока нет финальной цели и пока нет какого-то челленджа. Эти такие игры, они, мне кажется, быстро надоедать будут. То есть ты поиграл, у тебя челлендж кончился и всё. И делать нечего в игре. Ну, энтузиазм только остаётся. Это знаете как. Переоптимизирует 20 раз. Хотя, может быть, это просто ощущение такое из-за того, что пока что не так много контента. Из-за того, что игра в тестовой версии находится. Фиг знает. Водопад хотелось ещё посмотреть. Да, лифт, конечно, эпичный тут издалека. Ничего не скажешь. Насчёт сервака не могу пока сказать. Факторского. Ягоды и личинки, да, исследованы. Ну, там чё-то исследовано, но чё-то нет. Чего-то мне, может быть, просто не хватает. Так, тут где-то фигня была, светящаяся. Я не умирал ни разу. Я не знаю, что куда. Ну, если это ты утверждаешь, то пускай так, да. О-о-о-о! Что ты делаешь? Блин, гадина. Чё за дичь? Скинуло, блин. Это вообще нечестно так скидывать. Так, кстати. Три всего лишь. Их 10 надо, чтобы исследовать. Трупы эти, устанешь ловить. Так что вот, примерно такая игра. Не знаю я, делать в ней прохождение или нет. Это уж сами потом пишите. Может быть, сделаю опрос. Ну, естественно, всё чуть-чуть подизучить отдельно, в оффлайне, без всяких стримов. Если будет интерес, чтобы её показывать. В принципе, я могу записать сезончик, когда выйдет. После 19-го. Сейчас понятное дело, что никакого смысла нет, потому что... Ну, как бы, какой смысл? Тиром третьим всё ограничится и всё. Вот. А так фиг знает. Посмотрим. Насчёт большой хреноты не знаю. Не хочу пока пробовать. Возможно, попозже. Так что, поначалу вот этот пятачок казался мне каким-то огромным, а сейчас это всё какой-то мелкой. И чё-то такое ощущение, что космический лифт как-то меньше стал, чем был издалека, чем казался. Может, просто кажется. Да не, хрень я не хочу тыкать. Лениво просто. Да я чё-то подустал уже. Так что, всем большое спасибо, что на стриме тут поприсутствовали. Может быть, даже кто-то даже помог? Даже чуть-чуть. Вам тоже спасибо большое. Кто поддерживал, спасибо. Я на этом буду стрим заканчивать. Вот. Не знаю, есть ли интересно это прохождение. Можете в комментах, в принципе, писать ещё что-то. Я посмотрю, если просьбы будут какие-то. Я сезончик сниму. Ну, всё по-человечески, естественно. Не вот это вот, не вот это вот трэш. С пояснениями. Единственное, что, наверное, без монтажа всё-таки. Потому что тяжело такие игры с монтажом снимать. Примерно так. Не, наверх не залезть. Так что, всем до скорых встреч. Стримчик я заканчиваю. А, спасибо за просмотр! Во. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...